1 ноября, день Садока. Был священномученик Садок, епископ Персидский. Продолжал дело священномученика Симеона. Увидел вещий сон, в котором святой Симеон предупреждал его о мученической смерти. Стоя в великой славе на вершине лестницы, касавшейся небес, святитель Симеон сказал, «Взойди ко мне, Садок, и не бойся, я вчера взошел, а ты взойди сегодня». Во время гонений на христиан Садока схватили вместе с его паствой. Жестоко пытали в продолжении пяти месяцев и казнили. Ноябрь месяц. Ноябрь называют «сумерки года» и «запевки зимы». Действительно, дни самые маленькие, ночи длиннющие, а зима вот-вот вступит в свои права. Сегодняшний день назвали в честь святого Садока. Его считают небесным покровителем людей, которые умерли без покаяния. Несколько веков тому назад бытовало поверье, что сегодня нечисть спускается на землю и начинает пугать прохожих. Ведьмы устраивают шабаши, а домовые треплят гривы лошадям и поднимают их на дыбы. Чтобы отпугнуть злые силы, люди сами наряжались страшных персонажей и устраивали шумные шествия, а также проводили разного рода обряды. В этот день резали кур, а вечером ели из них лапшу. Пекли специальные пироги под названием «курники». Согласно народным наблюдениям, в ноябре бывает наибольшее количество осенних туманов. Приметы. Если сегодня морозный день, значит 8 ноября, в день Дмитрия Солунского будет наблюдаться оттепель. Если ночью выпал снег в небольшом количестве, но небо ясное со звездами, скоро ударят сильные морозы. Грязь на улице предвещает снегопад через месяц. Хорошо подмерзла земля перед снегопадом к урожайному году. Сегодня холодно, идет снег. Весна будет ненастной и холодной. Если тепло, весна будет теплой, а зима мягкой, без сильных морозов. Насыпали корма сороком, а не прилетели и спокойно клюют корм, это означает, что домовой никого не потревожит. Итак, теперь мы еще добавляем перчика болгарского. И опробуем вот такой сок. Кстати, вот это все надо перемалывать и есть. Здесь очень много полезных веществ, которые мы просто-напросто выбрасываем. Так. Пошел, пошел, пошел. Болгарский сок, вот уже мы почувствовали. Он тоже какой-то такой нейтральный. По своим... Геннадий Стивич, а зелень вы добавляете в соки? Можно добавить из зелени. Перемалывает соковыжималка зелень? Ну она тяжеловата, но тем не менее она может все это перемалывать. Смотрите, какие стойкие ассоциации. Пошел запах помидорчика, захотелось чесночка. Пошел запах болгарского перца, он действительно сейчас пошел, сразу захотелось кинзочки. Какие стойкие у нас вкусовые ассоциации. Ну вот это вот такое интересное. Какую-то мягкость такую напоминает, да? Но женщины лучше разбираются, сейчас Таня скажет более правильнее. В любом случае, здесь парочка такая. Сначала идет болгарский перец, а за ним потом уже огурец. Потому что у огурца, конечно же, отсутствует такой сильный аромат. А в болгарском перце он есть. Вы хотите еще добавить? Пока Таня не улетела, мы сюда еще добавим теперь микс огурец, помидор и болгарский перец. Да, это действительно такая интересная смесь соков, которая улучшит их вкусовые качества. И при этом придаст еще более какие-то целебные свойства. Итак, опять мы включаем. Берем большой помидор, большой-большой. Пошел. И еще один. Ну давай еще один. Опа. Так, все доделали, да? Да. Теперь смотрите, все это мы перемешиваем. У нас он получился уже несколько коричневый. Коричневый, да. Интересный коричневый такой цвет. Такой, знаете, это цвет земли по фэн-шуй считается. Коричневый, да. А цвет земли – это материальное благосостояние. Я начинаю верить, что этот сок принесет нам деньги. Давайте. Давайте. А что по вкусу? А вот как раз ты и скажешь, что по вкусу. Танюша задумывалась, потому что таких вкусов в жизни не встречается. Да, это первый вкус. Землю мало кто ест. Хорошо. 2 ноября, день Артемия. Артемий Антиохийский жил в 4 веке. Сначала он был военачальником и усердной службой заслужил должность на месте к Египту. Но умершего императора Констанция сменил Юлиан отступник. Он начал сильное гонение на христиан. Артемий выступил с критикой этой политики, за что был арестован и подвергнут многочисленным мучениям. Однако Артемий даже при сильных издевательствах не стал отвергать свою веру и был обезглавлен. Святому Артемию молились об избавлении от случайной гибели. Считали его покровителем больных и немощных, атаманов и военачальников. Также к нему обращались за помощью пригрыжной болезни. Сегодня утром крестьяне отправлялись в церковь, чтобы поставить свечку святому Артемию и попросить у него исцеление от грыжи. Сегодня была обязательная починка заборов, расположенных вокруг двора. Оказывается, если в этот день построят крепкий и прочный забор, то весь год семья будет жить богато. Считалось, что через дыры в заборе счастье и богатство оскользает. К тому же хороший забор защита от волков, которые зимой подходили к жилью и пытались проникнуть для поживы. Это было очень опасным для домашних животных и людей. Кстати, в народе существовало поверье, что ребенка, который родился сегодня, защищает дух матери волчицы. Считалось, что такой человек будет близок к лесным зверям. Сегодня квасили капусту, любимую и полезную для здоровья закуску простых людей. Приметы. Если снег выпал на сухую землю, скоро становится теплая погода. Лиственница сбросила иглы сегодня. Это к снегу, который будет лежать до весны. На деревьях сегодня виден иней к неурожайному году. Хорошо. Но мне, знаете, что думается? Наверное, чуть поменьше можно было бы помидорки. Помидорки, да? Да. Хорошо. Потому что помидорка теперь забила всех. Теперь болгарский перец молчит, огурец молчит, а кислинка помидорная в конце идет и прям вот я-я-я-я-я. И поэтому я подумала, что может быть поменьше кислинки. И это дает какой-то более приятный вкус, нежели те, которые раньше были. Хотя и они были по-своему хороши. Это настоящие духи. Настоящие летние духи, где смешано несколько вкусов. И, кстати, чуть-чуть даже как-то пахнет духами. Мне кажется, это от болгарского перца. Вот. Кстати, от болгарского перца. И теперь, я думаю, что сюда можно добавить и соли немножко. Или не надо? Вот я что-то с ламинариями не дружу. Хорошо. Я лучше без соли тогда. Хорошо. Сделать удивительный сок из капусты. Из капусты вообще, знаете, она обладает специфическим таким... Запахом. Запахом, потому что в ней очень много серы. И, кстати, вот эта вот сера способствует тому, что она, знаете, есть лекарства, которые содержат серу. Которые против бактерий, там, против грибков и так далее. Так вот, когда мы с вами сейчас сделаем капустный сок, мы явно услышим вот этот вот запах. Геннадий Петрович, но капустный сок это точно сок для выздоравливающих, да? То есть предыдущие соки, они и для профилактики, и для вкуса интересны. А капустный сок это же прямо лекарство конкретное, нет? Танюша, каждый сок это лекарство и пища. Просто некоторые, в связи с тем, что он содержит различные вещества, они там более сильные, менее сильные. Но все они по-своему хороши. И важно знать, что сок огуречный, он хорошо промывает наши почки, да? Сок морковки, он питает, он стимулирует. Сок помидор защищает от онкологии. Болгарский сок болгарского перца делает наши кости, сосуды, важно, сосуды эластичными. Кости, знаете, тоже крепкими, ногти не ломкими, волосы не секущими. А капуста? Вот, а капуста у нас будет отещать нас от разного рода бактерий, там, грибков. И также она обладает противоязвенным фактором, кстати, который можно нормализовать работу желудочно-кишечного тракта. В кочерыжке мы вообще-то не используем, а в соке это то, что надо. Итак, мы с вами давим, приготовляем сок из капусты. И сначала попробуем его в чистом виде. Опа! Специфический запах уже чувствуешь, да? Пошел. Пошел. Хорошо. Просто мы попробуем, просто чуть-чуть попробуем, чуть-чуточечко. А мне нравится даже запах. 3 ноября. День Иллариона. Сегодня почитается память преподобного Иллариона Великого и Иллариона Ково-Езерского. Илларион Великий жил на территории Палестины, а Илларион Ково-Езерский неподалеку от чудного озера. Илларион Великий, обучившись наукам в Александрии, вернулся на родину и удалился к отшельникам, проживавшим неподалеку от Газы. Его считают основателем первых монастырей в Палестине. Умер Илларион на острове Кипр, предсказал свою смерть заранее. Илларион Псково-Езерский был учеником преподобного Ефросина Псковского. Илларион основал Озерский Покровский монастырь на берегу реки Желчи, впадающей в Чудское озеро. Он стал первым его настоятелем, а сама обитель впоследствии стала хорошо известным религиозным центром. На Руси частенько именно сегодня выпадала первая Порошица – густой снег, стелящийся по земле. Сегодня не рекомендовалось ехать куда-либо по проселочной дороге, чтобы не попасть в неприятное положение. В народе дороги всегда считали нечистым местом. Говорили, что там стоят злые силы, поэтому не рекомендовали строить дом рядом с дорогой. Мол, это принесет несчастье. Избегали высаживать что-то в огороде или саду, расположенном около дороги. Такие посадки не приносили урожая. На перекрестках дорог хоронили людей, которых запрещено было хоронить на кладбище. Обычно это были никому неизвестные люди, самоубийцы, либо некрещенные дети. Поэтому в сознании русского человека дороги имели негативный смысл. Приметы. Если на Илариона снег выпал на замерзшую землю, будет урожай хлеба. Если выпал снег и плотно осел на ветках деревьев, в ближайшее время снегопады продолжатся. Сегодня тепло к затяжной оттепели. Нельзя собираться в дорогу сегодня. Это к несчастью. В этот день желательно рассыпать зерно на перекрестки, чтобы задобрить души мертвых людей. Считается, что они прилетят в образе птиц и съедят зерно. Нельзя ничего поднимать с дороги, особенно перекрестка, приносит несчастье. Нельзя испражняться на дороге, можно тяжело заболеть. Ну запах нравится, а вкус? Так, сейчас скажу. А что вы хотите добавить? А я хочу морковки добавить. Это будет правильно. И можно и яблок добавить, а можно морковки добавить. Давайте яблочко одно и морковочку. Хорошо. А мне нравится, я его допью. Хорошо, хорошо. Нравится? Честное слово, да. Вы смотрите, как оно. Знаете, чем нравится? Жгучесть потом появляется в конце. У капусты же она есть, я про нее забыла. Да, 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 жгучесть есть. Вот. Так, и мы получаем микс капустно-морковный сок. Классно. Так. Такой финальный аккорд нашей программы сегодня. Да. Яблочко. Яблочко? Нет, 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 да? Елена Петрович, а почему вы выбрали, почему вы говорите, что надо либо морковь, либо яблоко к капустному соку? Потому что это два таких основных соков, в которых все основное мешается, добавляется. А-а-а. Мы можем, конечно, сделать и вместе, а пробовать. Нет, нет. Это как-нибудь в следующей передаче. Хорошо. Вот, и так как капустный сок является все-таки сильным соком, то надо брать больше. На одну часть капустного сока берите 4-5 частей морковного сока. Пробуйте. Отлично. Совсем другое дело, да? Отлично. Совсем другое дело. Так, кстати, так как ты хотела смешать капустный сок с яблочным и посмотреть, а что получается, сейчас мы это как раз и сделаем. Я выливаю сюда, а потом его смешаю. Берем яблочки. Вот, и попробуем, что у нас получается с яблоками. Какое вкуснее. Ну, давай. Опа. От этого он не будет менее полезным, а может быть даже приобретет и более какие-то. интересные целебные свойства, поэтому мы сюда так раз его выливаем, хорошенько перемешиваем, чтобы все у нас перемешалось и пробуем. Так. Достаточно. Как мне нравится пенка, вот эта шапка из пенки. Вот теперь посмотри, какая пенка, видишь, свеженькая. Да вообще просто. Теперь вот она стоит, пока мы выпиваем и говорим, что с ней будет дальше. Наблюдаем за этой шапочкой. Капучино. Это овощной капучино. А вот это? То есть сочетание капустного сока с яблочным оказалось намного лучше, нежели с морковным. Этот рецепт можно посылать на международный конкурс овощных капучино. Очень вкусный. Но мы сегодня столько сделали, что мне даже трудно прямо сейчас сообразить, каков был бы мой хит-парад, если бы я его составляла из всех соков, которые сегодня вы делали. Но, знаете, вот капустный поразил с яблочком. Сначала тем, что капуста вообще как-то ее вроде и пить невозможно. Да, да. А с яблоком она идет великолепно. Широка страна, говорит, моя родная. Много в ней лесов, полей, реки. Другой страны не знаю, где такие овощные суки. Вкусно пьет человек. Спасибо большое, Геннадий Петрович. Очень вкусно. Смотрите нашу целебную кулинарию и используйте все это богатство для собственного оздоровления. Доброго вам здоровья и долгих лет жизни. Да. 4 ноября – день осенней Казанской иконы Божьей Матери. Существует предание, когда в 1579 году в Казани произошел пожар и сгорела большая часть города. 9-летняя Матрона увидела во сне Богородицу, которая указала ей, где найти икону. В месте нахождения иконы был основан монастырь. Первой его монахинией стала Матрона. Было сделано несколько копий иконы Казанской Богоматери. Именно с ней двинулось народное ополчение Минина и Пожарского освобождать Москву от поляков. Это была одна из самых важных дат в крестьянском календаре. Сегодня отмечали день осенней Казанской иконы Бога Матери. В этот день поздравляли женщин, а мужчин встречали с заработком. Хозяйки убирались в избах, готовили разного рода вкусные блюда. К этому дню на Руси старались окончить все строительные работы. В народе осенний период был известен как свадебный. Девушки очень переживали, что у них нет женихов. Чтобы его привлечь, рекомендовалось совершать специальный обряд. Следовало сегодня встать пораньше и отправиться в березовую рощу. Там искали лист, покрытый инием. В этот лист смотрели, как в зеркало, и видели своего будущего жениха. Приметы. Если сегодня ливневый дождь, ненасти продлится еще долго. Если сегодня сыграть свадьбу, это хороший знак и залог счастья для молодых. Если сегодня помолиться Богоматери об избавлении от несчастного случая болезни, то она обязательно поможет. Если сегодня нет дождя, это к неурожаю в следующем году. Если сегодня погреб проветрить и окурить дымом от сушеного можжевельника, то припасы никто не тронет. Кто на Казанскую замуж выходит, счастливая будет. Выбирай корову по рогам, а девку по родителям. Сейчас зима. Зима, холодное время года и на прилавках появляются вот такие плоды. Они уже начинают появляться примерно в ноябре, в декабре. Что же это такое? Называется она хурма. Давайте познакомимся с целебными свойствами этого удивительного плода. Итак, что такое хурма? Хурма это название листопадного дерева, достигающего 15 метров высоты. Относительно к семейству ибеновых, в мире насчитывается свыше 2000 разновидностей хурмы. Но в России встречается только одна хурма обыкновенная или кавказская. Плоды у хурмы, смотрите какие, мясистая крупная ягода до 12 сантиметров в диаметре, желтого, оранжевого или ярко-красного цвета. Она очень вкусна и полезна, но тогда, когда она только полностью созрела. Кстати, латинское название у хурмы диоспурус, оно переводится как пища богов или божественный огонь. И по форме она напоминает как раз вот такой огонь и по цвету. Есть у хурмы, конечно, и другие названия. Китайский персик или сердечное яблоко. И все это не зря, как мы узнаем в дальнейшем. В России выделяют два сорта хурмы, обычно и королек. Оба они сладкие, когда полностью созрели. Недозрелая хурма обычно имеет сильный вяжущий привкус. По этой причине ее не едят. И только после полного созревания, когда ее мякоть приобретает такой желеобразную консистенцию, она становится приятного сладкого вкуса. Кстати, мы сейчас можем разрезать и показать это. И смотрите, когда она полностью созрела, мякоть ее такая желеобразная становится. Видите, желтого цвета, такое тверденькое желе. Вот. Это говорит о том, что она полностью созрела и становится сладкого вкуса. Сорт хурмы под названием королек, он не вяжет. Он всегда сладкий и нежный, даже если немножко недозрел. Помните, что зрелая хурма должна быть мягкой, гладкой, блестящей, тонкой, полупрозрачной кожицы. И, конечно же, иметь сладкий вкус. Важно правильно выбрать спелую хурму. Для того, чтобы выбрать спелую хурму, обратите внимание на насыщенный и яркий цвет. Он должен быть почти темно-красного цвета. Ну, как раз вот у нас и выходит, что это темно-красного цвета. Поверхность должна быть гладкая и блестящая, без пятен и дефектов. Видите, вот эти вот дефекты. Это уже говорит о том, что вроде бы она и зрелая, но не то. Такую хурму лучше не покупать. Сухие листья и плодоножка должны быть темного цвета. Вот как раз вот эти сухие листья. Слышите, они высохли. И темного цвета как раз. Помните, чем мягче боковая часть, тем спелее и вкуснее хурма. Вот эта вот часть должна быть не твердой, а мягенькой. Когда она мягкая, сейчас мы посмотрим, какая у нас самая мягкая хурма. Кстати, вот эта хурма как раз самая и мягенькая. Вот она как раз и поспела. О, как раз мягкая такая. Продавливается, видите? Пятого ноября. День Иакова. Он брат Христа по плоти. Согласно предания, он приходился с сыном Иосифу и родился еще до его обручения с Марией. В земной жизни Иаков сначала не признавал Иисуса спасителем, так как видел, как рос Иисус. Однако после смерти и воскресения Христа Иаков изменил свое мнение. Он стал одним из семидесяти апостолов и в дальнейшем известен как первый епископ Иерусалима. В 63 года он принял мученическую смерть, был сброшен с кольца храма и побит камнями. Сегодня было принято играть в пчелиные игры, есть мед и подражать жужжанию пчел. А человек, который преуспеет в этой игре, будет достойно награжден. Летом у него будут хорошо роиться пчелы и дадут много меда. Сегодня завершали все работы, связанные с заготовкой дров на зиму. Считалось, если справиться с заготовкой дров вовремя, то в доме зимой будет тепло. Сегодня молились Иакову, чтобы он помогал мужчинам выполнять сложную и физически тяжелую работу. Сегодня закармливали землю. Для этого разламывали вечерний пирог, который оставался после дня казанской иконы Божьей Матери. Куски пирога разбрасывали по земле, привлекая птиц. Птицы клевали пирог и при этом чирикали. Мол, чирик они успокаивают землю, а значит, позволят получить хороший урожай на следующий год. Сегодня девушки ткали праздничные вожжи. Впоследствии их использовали для свадебного поезда, а затем дарили своим женихам. Сегодня вечером вся семья собиралась вместе и пила хмельное пиво с медом. Это объединяло всех вместе. Приметы. Если сегодня град пошел, либо мелкая крупа, 22 ноября наступит настоящая зима. Если сегодня много снега выпало и он не растаял, зима будет теплой, а урожай хорошим. Чтобы привлечь удачу, нужно сегодня выйти в поле и разложить куски пирога или хлеба для птиц. К этому дню надо с долгами рассчитаться, чтобы была удача в следующем году. Чем больше сегодня меда съешь, тем больше его соберешь в следующем году. Сегодня не следует поручаться за посторонних людей. Это плохой знак. Если сегодня туман, то зима со снегом будет. Сорт Королёк обычно он с более твердой и темно-оранжевой кожевой, чтобы вы отличали, какой он. И в зависимости от сорта вес хурмы колеблется от 100 до 500 граммов, чтобы вы знали. То есть это примерно где-то граммов 150, а есть такие вот большие. Если вы купили незрелую хурму, то можно помочь ей дозреть. Для этого воспользуйтесь следующим. Положите плоды хурмы в один целлофановый пакет с яблоками, бананами или помидорами. Эти плоды выделяют газ, этилен, который позволяет хурме быстро созреть. Либо воспользуйтесь следующим. Поддержите хурму в теплой воде 30-40 градусов в течение 10-12 часов. И вяжущий вкус исчезает. Можете воспользоваться следующим приемом. Смочите иголку в спирте и накалите недозрелые ягоды хурмы. И они через какое-то время созреют. Кстати, если вяжущую хурму заморозят, либо ее повялить или высушить, она приобретает сладкий вкус. Помните об этом. Выбрасывать ее не надо. Подержите в морозильнике, она у вас приобретет то, что надо. Кстати, хранить хурму нужно очень бережно, избегая повреждения поверхности плодов, чтобы она не билась особенно. Как только она вдарилась, вот это вот и начинаются, знаете, вот такие вот пятна возникают. Это пятна возникают от ударов. Для недозрелых плодов очень вредно перехлаждение, поэтому не перехлаждайте незрелую хурму. Спелую хурму или ее мякоть можно хранить в холодильнике несколько дней, а также заморозить впрок. Можно ее заморозить на полгода, такой срок хранения замороженных ягод, хурму. И вы будете обеспечены полезными веществами для организма на 3-6 месяцев. Теперь поговорим о том, из чего состоит хурма. Хурма, естественно, состоит из воды, и самая большая часть. Вода, кстати, структурирована наиболее полезно для нашего организма. Плюс в воде находятся такие вещества, которые защищают хурму от бактерий и грибков. Поэтому, если мы будем ее есть, то она будет укреплять наш иммунитет, как любой другой живой фрукт или плод. В плодах хурмы содержится около 2% белка, 1,5% крахмала и до 25% сахаров. Глюкоза, сахароза. Есть в ней, конечно, и органические кислоты, такая как лимонная, яблочная. Много разного рода оксидантов, которые защищают наши клетки от повреждения, старения и онкологии. Есть пищевые волокна, мягкие пищевые волокна, которые способствуют тому, что наш желудочно-кишечный тракт работает великолепно. Также имеется пектин. Пектин – это как раз вот этот вот желтенький пигмент, окрашенный желтенький пигмент. Он помогает пищеварительной системе лучше переваривать, усваивать, выводить. Имеется даже жиры, хурма богата витаминами, особенно каротином. Вот этот вот желтенький цвет и дает бета-каротин. Имеется здесь витамин С, витамин П. Витамин П, кстати, укрепляет наши стенки сосудов для того, чтобы они не были хрупкими. Имеется в ней и микроэлементы. Она богата микроэлементами, такие, как калий, натрий, железо, медь, марганец, йод и магний. Также дубильные вещества. Дубильные или вяжущие вещества, как мы знаем, присутствуют в ней в большом количестве. И они особенно влияют на микрофлору. Полезную оставляют, вредную подавляют. В связи с этим ее используют особенно при поносах, для того, чтобы восстановить пищеварение. Вот так, забегая вперед. Особенно отмечу, что по содержанию питательных веществ хурма переезжает, знаете что? Виноград, инжир и яблоки. Такие полезные продукты, а хурма оказывается лучше. Вот почему ее важно есть в зимнее время, когда вот нехватка всех этих витаминов. А хурма как раз созрела у нас в ноябре, в декабре и хранится январь, февраль. Так что можно ее использовать. Теперь поговорим о полезных свойствах, которыми обладает хурма. Вяжущие свойства хурмы говорят о большом содержании в ней танина. Когда плоды полностью созревают, то вяжущие свойства пропадают вместе с танином. Как я указывал, по питательным качествам хурма близко к инжиру, винограду и превосходит яблоки. Всего три хурмы, которые можно съесть в течение дня, утоляют голод. Поэтому хурму часто включают в различные диеты, для того, чтобы у нас фигурка наша постранела. Калорийность хурмы около 53 килокалорий на 100 граммов фрукта. Что немного больше, чем в яблоках. 6 ноября. День Арефы. Назван в честь святого мученика Арефы. Ему было 95 лет, когда его город хитростью взял некий царь. Он пообещал взять жителей города обычную дань. Однако он пришел, чтобы истребить христиан. Для начала этот царь сжег 429 служителей церкви. А остальных решил сделать рабами. Ареф мужественно сказал, что не надо верить было этому царю. А теперь остается стать его рабами, либо умереть за истинную веру. 4299 человек предпочли умереть. Сегодня отмечали начало ледостава. К этому времени устанавливалась довольно холодная погода. Утром крестьяне отправлялись в церковь, где молились иконе Божией Матери всех скорбящих радость. Народ верил, что икона помогает в избавлении не только от болезней, но и от тяжелой скорби. Облегчает переживания и помогает преодолеть плохие жизненные обстоятельства. Сегодня проводились гадания. Девушки верили, что это поможет им узнать своего суженного. И все потому, что все обряды и заговоры обладали сегодня удвоенной силой. Приметы. Если услышишь в этот день пение сверчка, это к покойнику в доме. Разбить нечаянно тарелку сегодня. В течение года кто-то из близких умрет. Нечаянно разбить зеркало – жди несчастье. День благоприятен для сделок с недвижимым имуществом. Если сегодня белая собака следует за человеком, жизнь его будет счастливой, богатой и беззаботной в течение всего следующего года. Вороны в стаи собираются. Это к обильному снегопаду. Если сегодня туман поднимается вверх, будет хорошая погода днем. Спелые плоды хурмы способствуют улучшению работы желудочно-кишечного тракта, печени, зрения, как я указывал. Нормализуют работу кожи и половых желез, чем страдает большая часть населения россиян. Этот фрукт также способствует задержке роста возрастных новообразований. Он действует примерно так же, как тыква, календула, облепиха, абрикос. Хурма богата витаминами С и П, поэтому она благотворно влияет на сосуды, снижает их хрупкость и проницаемость. Особенно этот плод врачи рекомендуют больным, которые страдают варикозным расширением вен, а также кровоточивостью десен. Вяжущий привкус способствует тому, что нормализует и сосуды, стеночку, и к тому же он способствует тому, что делает ее более такой плотной. Особенно при венозном расширении, когда она становится рыхлой и теряет свою форму. А вяжущий вкус ее приводит в норму. Помните, я говорил, что хурму называли сердечным яблоком. И знаете почему? Потому что она помогает нашему сердцу. В ней содержится много калия. Она вполне может заменить такое сердечное лекарство, как волокардин. Если съедать по 2-3 плода хурмы ежедневно, то можно надолго забыть о болях в сердце. Кроме того, как установили ученые, в борьбе с атеросклерозом хурма опережает даже яблоки. Ввиду того, что здесь содержится натрий, калий, магний, кальций, железо. И по пищевым волокнам, как я раньше указывал, она способствует тому, что является хорошим средством, которое нас предохраняет от запоров. Мягкая клетчатка прекрасно чистит пищеварительную систему и нормализует ее перистальтику. Кстати, в хурме содержится магний. И он, знаете, что делает? Биологически активный магний. Он снижает вероятность образования камней в почках и помогает из организма выводить различные соли. Особенно натрий, чем разрушает работу почек. Поэтому у кого слабенькие почки, хурму должны есть. И, кстати, почки у нас наиболее сильны зимой, поэтому хурму надо есть, особенно в зимнее время. А еще благодаря наличию железа в хурме, она способствует тому, что ее можно использовать для лечения аномии. Причем успешно. Ввиду того, что здесь много каротина, если у вас преждевременное старение кожи, ешьте хурму, и все эти явления у вас исчезнут. Важно отметить, что у кого отеки, этот фрукт хурма обладает мочегонным действием и тонизирующими свойствами. Он успокаивает нервную систему, повышает работоспособность, обладает бактерицидным действием в отношении кишечной и сенной палочки. А также, что очень важно, золотистого стафилокока, который вызывает различные нагноения в организме. И там прыщи появляются на коже и прочее. Хурму будем есть, все это уйдет. К сожалению, из-за высокого содержания 25% в хурме сахару, ее не рекомендуется использовать при ожирении и при сахарном диабете. Как я указывал, с древних времен хурма полезна для укрепления здоровья сердечно-сосудистой системы и для лечения гипертонии. 2-3 хурмы в день избавят вас от этого страшного недуга. 3-4 глюкоза питает сердечную мышцу, а витамин С и витамин В укрепляет стенки сосудов. Благодаря высокому содержанию железа хурму используют для лечения анемии. А наличие пектина используют для лечения расстройств пищеварения. Кстати, если у вас проблемы с щитовидной железой, то высокое содержание йода в хурме отлично пополняет дефицит йода в организме. И расстройство со щитовидной железой как не бывало. 7 ноября день Маркиана. Назван в честь святых мучеников Маркиана и Мартирия. Маркиан был чтецом, а Мартирий и подиаконом. Господь дал им как верным ученикам своим уста и премудрость, которые не могли не противоречить все противившиеся им. Еретики хотели склонить их на свою сторону, но видя, что ничего у них не получается, осудили их насмерть, которую святые желали ради Христа больше самой жизни. После краткой молитвы оба были усечены мечом. В народе сегодняшний день называли дедовские плачи «красная горка», так как было принято поминать умерших родственников и близких. Говорили даже о том, что сегодня даже природа плачет. И действительно, в этот день практически всегда наблюдались осадки. Ясная погода была большой редкостью. Сегодня устраивали ритуальные плачи. Полагалось сходить на кладбище, привезти могилы предков в порядок, зажечь свечки в память по усопшим. Еду отдавали нищим, так как ранее на кладбище не принято было есть и оставлять еду на могилах. А вот когда приходили домой, то накрывали обильный стол и ели те кушани, которые любили умершие родственники. Сегодня помогали сиротам и обездоленным людям. Они их заботились сообща всей деревни. Ни в коем случае нельзя было обманывать сироту, либо красть у такого ребенка. Это был страшный грех. Также каждая женщина считала своим долгом сегодня поплакать о своих несчастьях и даже раскаяться в совершенных грехах. И это позволяло встретить зиму с чистыми помыслами. Торговцам зерна сегодня запрещалось есть хлеб, а также приезжать на другое место, чтобы не спугнуть удачу. Приметы. Сегодня обязательно должен пойти дождь или снег. Нельзя сегодня есть хлеб. Год хлебным не будет. Если сегодня встать рано утром, зажечь церковную свечу и попросить умерших родственников помочь советам, решение проблемы придет на следующий день. Женщинам запрещалось плакать подушку. Перо все слезы помнит и неприятности сохранятся на длительный строк. А если другой человек ляжет на эту подушку, то беды перейдут к нему. Если сирота сегодня помолится Богу и обратится с просьбой к своей матери, то ей обязательно помогут. Хурма обладает общеукрепляющим действием, тонизирующим. Она улучшает аппетит, успокаивает нервы и повышает работоспособность. Кстати, из листьев хурмы, которые содержат большое количество витаминов, заваривают чай. Поэтому и листики не выбрасывайте. Повышенный мочегонный эффект хурмы выводится из организма шлаки и токсины, что благотворно сказывается на работе всего организма в целом. Знаете, какая важная особенность хурмы? Она полезна для заядлых курильщиков. Почему? Потому что в ней содержится огромное количество каротина. Вот этот каротин нейтрализует действие никотина. Люди, которые ежедневно едят фрукты и овощи с высоким содержанием каротина, значительно уменьшают риски возникновения рака лёгких, который особенно распространён у кого? Конечно же, у курильщиков. А вот злоупотребление хурмы может привести к острой кишечной непроходимости и срочной операции. Поэтому не переедайте. Можно поговорить о способах применения хурмы. Плоды хурмы широко используются в качестве противопоносного средства и при различных кишечных расстройствах. Порошок плодов хурмы. А порошок плодов хурмы можно сделать путём того, что мы хурму засушиваем. И, кстати, когда мы с вами хурму засушиваем, видите, аж сахар выступает. Концентрация сахара здесь огромная. И вот поедая такую хурму, она в кишечнике начинает набухать, увеличивается в объёме, вбирается огромное количество шлаков, токсинов, которые у нас там имеются, очищает кишечник и способствует тому, что мы лучше себя гораздо чувствуем. Поэтому, если мы делаем порошок из хурмы и употребляем его по 1-2 грамма 3 раза в день, то он прекрасно помогает при поносах. Когда у нас всё это расстроилось, значит всё нормализуется. Хурма отлично утоляет голод, поэтому её будет в состав различных диет, особенно по коррекции фигуры. Если мы будем с вами в течение зимнего сезона времени регулярно употреблять хурму, то тем самым мы с вами проведём великолепную профилактику заболеваний сердечно-сосудистой системы. Чтобы избежать развития атеросклероза, день нужно съедать всего 100 граммов хурмы. Некоторые люди для снижения высокого давления и отёков используют различные мочегонные средства и вымывают такой нужный для организма микроэлемент, как калий. Для того, чтобы пополнять его запасы, мы с вами, наоборот, можем использовать хурму, как естественное мочегонное средство, и при этом и калий сохранять, и воду лишнюю выводить из организма. В чём прелести использования этого плода? Хурму надо использовать при лечении онкологических заболеваний. Учёные доказали, что люди, которые ежедневно потребляют большое количество фруктов и овощей, а в них содержится бета-каротин, то риск развития рака лёгких сводится к минимуму. А в составе хурмы как раз огромное количество бета-каротина. Мочекаменная болезнь. Чтобы снижить вероятность появления камней, стоит кушать хурму, так как в ней большое содержание калия. Помимо этого, плоды хурмы способствуют выведению из организма лишних солей на т, так как они обладают мочегонным эффектом. 8 ноября. День Дмитрия. Святой великомученик Дмитрий, сын благородных и благочестивых родителей, происходил из города Солуни. Он известен под прозвищем «Мироточец». Многих жителей обратил он свою веру, за что и был казнён. Последователь мученика по имени Луб взял резу и кольцо Дмитрия, орошённые его кровью. Эти предметы впоследствии стали обладать удивительными свойствами, и с их помощью Луб совершил большое количество чудес. В народе этот день получил множество названий. Дмитриев день, родительская неделя, день Дмитрия Солунского, Дмитровская суббота, Михайлов день и прочее. А началась традиция в 1380 году, когда 8 ноября была отслужена большая панихида по погибшим воинам на Куликовом поле. Сделано это было по приказу князя Дмитрия Донского в день его именин. Работать сегодня не позволялось. Вспоминали и умерших родителей, родственников и друзей. Оживших навещали, дарили им различные подарки. Благодарили за то, что они сделали. Осенние свадьбы старались справить до наступления этого дня. После делали перерыв аж до зимнего мясоеда, то есть с Рождества Христова 25 декабря, то есть 7 января, до начала Масленицы. Помня сопустную неделю, это предпоследнее воскресенье перед Великим Постом. В народе сегодня было принято пить пиво. Говорили, в Дмитриев день и воробей под кустом пиво варит. Приметы. Если сегодня будет оттепель, зима будет теплая и влажная. Если сегодня пошел снег, Пасха будет со снегом. На Дмитрия снег лежит, весна поздней будет. Если сегодня и не утром выпал, зимой будет очень много снега. Сегодняшний утренний туман предвещает оттепель. Если сегодня холодный день, и весна холодной будет. Если реки до сегодняшнего дня еще не покрылись льдом, морозов не будет аж до конца ноября. Чем обильнее поминальный стол, который называется Тризна, тем лучше себя чувствуют умершие родственники и друзья. Первый блин есть нельзя. Сегодня он предназначен для покойника. Сегодня нельзя купаться, мыть посуду, стирать и так далее. Это означало, что ты воду на души покойных льешь. Хурма лучший помощник формирования в организме калиево-натриево баланса. Когда мы с вами не отекаем, и организм чрезмерно не теряет воду. Малокровие и аномия. Используем хурму, прекрасно, мы вылечиваем ее. Особенно эту хурму можно есть, знаете кому? Беременным женщинам. Щитовидная железа и проблемы с ней связаны. Для того, чтобы пополнить недостаток йода щитовидной железы, необходимо кушать хурму, а в ней много йода. Простудные заболевания. Население городов сплошь и рядом болеют простудными заболеваниями. При кашле и простуде нам помогут полоскание горла соком спелой хурмы. Берем одну хурму, выдавливаем с нее сок, разбавляем 50 граммами обычной воды, лучше всего кипяченой, теплой воды, и этой смесью все смешиваем полощьем горла. Прекрасная профилактика и лечение. А общеукрепляющее действие, как мы уже знаем, хурма оказывает тонизирующее воздействие на организм, повышает работоспособность, улучшает аппетит, является успокоительным для нервной системы. Сейчас мы с вами приготовим салат из хурмы, яблочек и возьмем немножечко еще зелени. И все это нарежем, получится такой интересный салат, который мы можем использовать для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. отеков и прочее, о чем я уже рассказывал в программе. Мы берем хурму, яблочко, тыкву и немножечко капустки. Так, хурмы нам много не надо, но, тем не менее, она должна быть. Раз, обрезали и нарезаем. Вот так мы ее нарезали. Так, хурму можно нарезать такими крупными кусочками, желательно, чтобы это были кубики. Хурма у нас готова. Теперь мы порежем яблочко, яблочком много не надо. Яблочко должно быть кисло-сладкое или сладкое. Кислое нежелательно. Вот так мы с вами нарезаем. Этот салат особенно подходит тем, кто хочет сбросить лишний вес, постройнеть, вывести лишнюю воду из организма и вообще побыстрее восстановиться после какой-нибудь тяжелой болезни. Пища получается легкая. Так, теперь мы возьмем тыкву. Вот, очищаем ее. Нарезаем кубиками. Вот, и добавим немножечко капусточки. Кстати, этот салатик у нас получается обладает такими хорошими, защищающими, омолаживающими организм свойствами. Можно сюда добавить маслица, а можно его и не добавлять. Важно все это хорошенечко перемешать. Все у нас овощи и фрукты сочные, поэтому запивать не надо. Важно, чем дольше жуем, тем полезнее получается и вкуснее этот салат. Видите, капусточки надо взять совершенно немножко, для того, чтобы она просто здесь была. Не более того. Так, теперь мы с вами все это перемешаем. Все это перемешаем вот так вот. И у нас получается такой витаминный зимний салат. Можно сюда добавить немножко сметанки. Некоторые там любят добавлять сок лимона. Ну, а лучше всего приучаться есть с его естественным вкусом. Попробуем. Вкусно и полезно. Как много сока выделяется во рту свина. Все это смешивается и говорит о том, что будет прекрасное пищеварение. Конечно, лишний висок будет уходить. Сытость в желудке. Нам не будет хотеться есть. А фигурка будет стройнее. Это самое главное. 9 ноября. День Нестора. Поминают сразу несколько Несторов. Солунского, Летописца, Некнижного, Печорского. В дальних пещерах нечестивый царь Максимиан, придя в город Солун, стал хвастать своим силачом, который на потеху убивал христиан. Юноша Нестор, крепкий телом, красивый лицом, воспылал ревностью и вознамерился вступить в борьбу с этим силачом. Помолившись, Нестор схватил его как птицу и сбросил великана с высокого помоста на острые копья. Согласно народному календарю, в этот день реки и озера покрываются первым ледяным покровом. Наступают ощутимые морозы. В старину этот день называли обетами. Существовал обычай сегодня давать обещания за руки, которые надо было обязательно выполнить. Обычно такие обещания касались нравственной стороны жизни человека. Не сквернословить, наложить на себя пост, чаще подавать милостыню и так далее. Касались они и бытовой стороны, например, построить дом на следующий год, жениться, сделать какое-либо важное дело и так далее. Женщины сегодня ткали тонкие покрывала, чтобы пожертвовать их церкви на следующий день. Приметы. Если выполнить обещание, данное сегодня, жизненный негатив рассосется. Кстати, особенно серьезные обеты, за руки давались во время сложных событий в жизни. Тяжелые болезни, голода, эпидемии, стихийного бедства и тому подобное. Если сегодня во время представления актер примет в дар живые цветы, он скоро потеряет популярность. Если до нестара снег лег и держится мороз, то ясна и безоблачная погода признак скорого и сильного похолодания. У нас сегодня в гостях по целебной кулинарии не просто гость, а чемпионка России, чемпионка Европы, чемпионка, наконец-таки, мира Мария Луцина. Добрый день, дорогие друзья. И сегодня я присутствую здесь с Геннадием Петровичем Малаховым для того, чтобы приготовить полезное блюдо. И сделаем полезное блюдо. Маша, а сначала давай узнаем, а вот когда ты начала заниматься, а почему тебя, так сказать, подвигло на это дело? Вот я в свое время, просто-напросто лет где-то в 15, вот понял, что-то неинтересно жить, вот чем-то надо таким заниматься. И это меня увлекло, поднять от тяжести, быть сильным. А тебе? Ну вот я, кстати, тоже все время искала себя, чем-то занималась. Сначала, ну меня всегда в спорт тянуло. Я сначала просто бегала, а потом, когда уже студенткой, будучи, пошла в ближайший тренажерный зал. И мне понравилось. Ну а сколько ты начала заниматься, а сколько тебе было лет? Мне было 18 лет. 18 лет? Значит, ты пошла в тренажерный зал, посмотрела, и тебе как-то понравилось. А что именно тебе понравилось, понимаешь? Иногда бывает, нравится мышечная радость, когда так раз напрягаешься. Другим там красивое тело, третьим вот как-то здоровье, четвертым еще что-то, пятым медалем, в конце концов. Кстати, вот как раз свое тело-то я там и усовершенствовала. А что тебе не нравилось в своем теле? Вот многим, многим, в том числе и мне, помимо лысины, мне не нравятся многие вещи. Да? А что тебе не нравилось? Я хотела похудеть, постройнеть. Ты хотела постройнеть? А какой у тебя вес тогда был? Вот 18 лет, сколько ты весила? Ну, я 65 килограмм весила. 65 килограмм? Слушай, вот интересно, ты же бегала, а потом вот откуда этот вес, на какие дистанции ты бегала? Ну, я вот неправильно, я не следила за своим питанием. Ага, вот, не следила за своим питанием. И вроде бы какое-то тело было, как она, вот где вес больше было? Или ты просто так покрупнее, 65 килограмм, это довольно-таки крупная уже девушка. Очень крупненькая была, да. Вот, и просто тренеры мне объяснили и питание, и тренировки. Ну, так как я всегда насчет тренировок была очень усердная, вот, за этим дело не встала. Вот, подкорректировала питание, и дело пошло. И после этого меня еще больше встягивало в этот спорт. Ну, меня вдохновляли как раз результаты в плане моей фигуры. Она совершенствовалась, мне это очень нравилось. А вот что, вот что, как бы сказать, вот совершенствованное пошло? Где ты увидела изменения, и что тебе понравилось там? Ну, появлялась, тонус появился в мышцах. Я чувствовала, что у меня мышцы. То есть ты сильнее стала? И посильнее становилась, да. И как говорил товарищ Сталин, жить стало интереснее, да? Да. Когда жизненный тонус есть. И потом уже со временем все равно тянуло уже в зал. То есть если были перерывы, меня тянуло в зал, мышцы уже хотели тренироваться. Вот тонус, а дальше, а внешне что тебя вдохновляло? Внешне это сброс веса. Сброс веса. Лишнего веса. То есть ты как скульптор так начала стучать, и фигурка так лишним рамом отпадает. Она все религия. Естественно, были и сбои. То есть когда я давала себе перерыв, вес опять приходил. Вот. Ну. Слушай, а вот посторонние люди, они же замечали, какие с тобой происходят изменения? Они как бы смотрели на тебя так. А Маша-то смотри, а была там, е-мое, на каблуках ходила. Сейчас там на шпильках или еще на чем-то. Или там в штанах, а теперь там смотри, юбочка покороче стала. Там еще. Конечно, замечали. Есть люди, которые поддерживают, а есть люди, которые наоборот осуждают. Чего они осуждают? Осуждают, видимо, может быть по причине, что сами как бы не получается. Вот нет силы воли. И может быть некая зависть, да. Либо, может быть, за мое здоровье беспокоились. Потому что, в принципе, диета в жестких сидела. Вот. И родным, допустим, это не очень нравилось. 10 ноября. День Пороскевы. Назван честь святой великомученицы Пороскевы. Родилась она в зажиточной семье. Отец был сенатором. Она могла прожить богатую и счастливую жизнь, но решила посвятить себя Богу. Будучи красивой и богатой, она отвергла женихов и вела аскетический образ жизни. Во время гонения на христиан ее жестоко пытали. К обессиленной Пороскеве явился ангел и укрепил ее. Отер губкой раны, и тело ее стало крепким и здоровым. А красота лица стала еще более поразительной. Сегодня женщины начинают готовить лен для продажи. Всю неделю, на которую выпадает сегодняшний день, называют Пятницкой неделей. Пятницы – богиня, которую считали покровительницей матерей и женщин. Старину крестьяне украшали иконой святой Пороскевы. Считалось, что икона охраняет счастье в доме и помогает обеспечить семье благополучие. Сегодня помолиться святой отправлялись в церковь. Особенно те, кто страдал от тяжелых заболеваний. Особенно это касалось душевных болезней. Сегодня не пряли, а занимались шитьем. Девушки вечером собирались вместе. Каждая приносила с собой какую-нибудь работу. Так, занимаясь шитьем, они одновременно беседовали. Говорили, что сегодня можно молиться на скорую свадьбу и жениха. Пороскева известна и как покровительница полей и скотины. Сегодня было принято приносить ей различные плоды. А вот в стародавние времена сегодня отмечали память богини Макоши. Она была покровительницей прях портных и помогалась достичь земного счастья. Приметы. Если листья с вишней до сих пор еще не опали, снег, даже если он выпал, скоро растает. Сегодня надо сдерживать себя от смеха, чтобы потом не плакать. Сегодня нельзя мыть голову, купаться, стриться, мыть полы и вообще выполнять работу, которая была бы связана с водой. Если болит голова или зуб, нужно помолиться святой Пороскеве. Нельзя чистить дымоход на Пороскеву, это к несчастью. Бременная женщина не должна в этот день давать денег в долг, поскольку так в чужие руки она отдает судьбу своего ребенка. А вот стать чемпионкой мира, сколько тебе понадобилось времени? Три года, пять лет? Потому что я знаю, некоторые говорят, чтобы стать мастером спорта, говорят, у кого идет по тяжелой атлетике, два года, а вот международников уже еще пять лет надо было прибавить. Ну, вот чемпионкой мира я уже стала, переехав в Москву. Вот здесь я занималась. Это сколько было лет? Это мне было так, 2010 год, сейчас три года назад, 23. На нашей целебной кулинарии рассказываем о том, чтобы человек не просто что-то съел, ему вкусно было, но чтобы ему и полезно было. А тем более с сбросом веса, вот какие продукты он должен кушать, чтобы набиралась такая активная мышечная масса, а все инертное уходило. Белковые продукты. Белковые продукты. И бытует мнение, что все диетическое невкусно, а мы все это умеем и будем готовить вкусно. И что мы сейчас приготовим? И сейчас мы приготовим рыбу. Рыбка. Рыбка, то есть филе. Филе. Вот. Вот оно такое. Кстати, рыба, это один из самых ценных источников белка и усваивается довольно легко, поэтому для спортсменов вообще это уникальный продукт и полезный. Как мы ее будем готовить? Сегодня мы ее пожарим. Просто пожарим? Пожарим, да, немножко. Вообще полезно, конечно, либо в пароварочке сделать, либо запечь. Но сегодня у нас такой вариант выходного дня. Вариант выходного дня. Слушай, Маша, а вот смотри, вот действительно в пароварочке можно сделать, можно ее там запечь, да, на сковородочке. Можно там еще... В фолье. В фолье. А вот можно тогда сказать, в чем заключается радио? Если мы ее запечем сейчас на сковородочке. Поджарим. Да, поджарим. Ну, вообще, поджарка сама по себе чем вредна? Потому что канцерогенная. А оливковое, допустим, если жарить на оливковом масле, там оливковое масло, оно полезно, но при термической обработке теряет полезные свои свойства. Вот. Но мы постараемся минимизировать зажарку. Включаем тогда. Так, это у нас. Включили нашу сковородочку. Так, что мы вообще будем делать? Так, сначала маслицу, да, прогреем немножко. Вот, а пока я тогда порежу филе наше. Хорошо. Порежь филе. А я еще несколько дополню. Знаете, почему я Маше такой вопрос задал, что когда, если приготовить на филе рыбки на сковородочке, то она, рыбка, возьмет и маслица. То есть это будет, ну, как бы сказать, жирненький продукт, который, да, для того, чтобы масса тела росла хорошо, это будет нормально. Но если мы хотим, чтобы у нас был там рельеф, лишнее уходило. Лучше сделать на пароварке. То лучше всего на пароварке, чтобы лишний жир не вошел в рыбку, и у нас все было такое стройненькое, все было подтянуто, все было такое активненькое. Потому что, естественно, масло добавляет калории. Вот, вот это вот я и хотела услышать. Так, а что мы еще будем использовать? Там лучок мы будем там... Да, лучок будем использовать. А я вот так пока... Приправки. Приправки. Как вы считаете, Геннадий Петрович, помельче порезать или так достаточно? Вот как ты делаешь, так ты это все и делаешь. Поэтому все это нормально. Я считаю, что так достаточно. Вот. Так, это мы прогрели. А какие у нас есть приправки? А приправки у нас, смотри, специально. Тут такая приправка. Ну, это мы тогда уже на сковородке посыпем. Да, ладно, на сковородочке посыпем, пускай. У нас должно все это зашкворчать сначала масло немножечко, да? Да. Потом прогреться. Ждем. Слушай, а вот еще какие продукты ты предпочитаешь? Вот именно ты. И почему? Вот, допустим, на этапе, допустим, там, ну, тренировки. Потому что тренировка сама по себе это разрушение белков, мышц. А потом, когда мы едим, они наоборот восполняются и увеличиваются. Да. Вообще я предпочитаю как раз рыбу. Я люблю очень рыбу. И молочные продукты. Творог. Творожок. Творожок тоже богат белком. Очень полезный продукт. Вот. Ну и овощи. Овощи, которые содержат клетчатку. Вот. А для набора массы очень полезно все-таки крупы употреблять, да. Крупы. Крупы цельные. Крупы у нас, да, крупы цельные. Рис, гречка, овсянка. Слушай, а какие вот предпочтительные там, допустим, овсянка? Либо вот рис, либо гречка. Потому что они тоже все имеют какие-то свои частности. Но не все полезны сами по себе. Вот кто-то из этих круп содержит больше витаминов В, кто-то меньше. Я просто считаю, что нужно включать в меню. Не стоит на одной крупе сидеть. Включать и то, и то, и то. 11 ноября. День Анастасии. Анастасия жила в третьем веке на территории Рима. Родилась она в зажиточной семье, но осиротела в три года. На воспитание ее взяла христианская женская община, которой руководила старица София. В 20 лет Анастасия была необыкновенно красива. Об этом узнал градоначальник Роу, который попытался сделать все, чтобы проповедница отказалась от своей веры. Потерпев поражение, он подверг девушку лютым мучениям, обнажению, а затем ей отцекли голову. В народе этот день прозвали днем Анастасии, овечницы и Авраамии овчара. Сегодня полагалось встреч овец. А утром отправлялись в церковь, чтобы помолиться Анастасии, которую считали покровительницей и заступницей овчаров. Овчаров и пастухов сегодня угощали различными кушаниями. Из овечьей шерсти пряли нитки, из которых вязали теплые одежды на зиму. Детям сегодня загадывали различные загадки, касающиеся овец. Преподобный Авраамий жил на Руси в XI веке. В ростовских землях он поставил на озере Нера хижину, в которой жил. В этих местах жило племя язычников, которое поклонялось богу Велесу. В его честь стоял огромный идол. Авраамий желал его разрушить, но не знал, как это сделать. Однажды преподобный увидел дивного старца, который сказал, что с помощью Иоанна Богослова ты разрушишь его. Некий отшельник дал ему трость. Ударив этой тростью, Авраамий сокрушил изваяние идола. На освободившемся месте поставили храм, посвященный Иоанну Богослову. Приметы. Перед стрижкой овец важно вложить клок овечьей шерсти в ножницы, чтобы этим задобрить духов. Если провести этот день в своей семье, то она будет дружной и крепкой. Если же проведешь этот день в незнакомой компании, это к ссоре. Сегодня нельзя оставлять ребенка одного. Это к неприятностям. И если женщина сегодня наденет коралловые бусы, она будет счастливой. Если повесит их на видное место, то защитит от злых духов. Возникновение в это время продолжительных туманов к оттепели. А так еще просто слушать свой организм. То есть если рис плохо переваривается, то не надо в себя пихать. Надо что-то другое, да? Может гречка будет легче. А вот знаете, интересно, если взять гречку, у нас получается следующая гречка обладает кровотворными способностями. То есть человек помимо того, что он там еще массу тела увеличит, он может и улучшить состояние крови. Если человек больше будет риса употреблять, то значит риск, кстати, сильно упитывает. То есть особенно худощавые люди, которые плохо поправляются, вот им больше риск. И наконец-таки, если человек будет выдерживать какие-то силовые нагрузки, да? То лучше всего овсяночку и опять-таки цельную. Да, цельную овсянку. И для желудка, кстати, для кишечника овсянка, овсяной кисель с утра очень полезно и благотворно влияет. Как облакающее такое средство. То есть тогда меньше гастритов, меньше язв каких-то будет. А вот в плане, если приготовить это в фольге и в духовке, могу дать просто... В собственном соку. Да, в собственном. Можно еще, я дам такой совет, полить это лимоном, лимонным соком или апельсинным соком. Очень вкусно получается. Еще обычно я использую для рыбы приправу розмарин. Вот, очень хорошее сочетание. Придает вкус оригинальный. А у нас что еще приправы делают? Все приправы, насколько мы знаем, ну, во-первых, запах какой-то есть, да, летучие вещества способствуются тому, что они вот эти все белки мяса там разрыхляют. За счет этого улучшается пища. И все они, опять-таки, специи, они острого, горячего вкуса, которые способствуются тому, что все это будет лучше перевариваться. О, нахуй! Можно туда уже лук побросать. Ну, хорошо. То есть, сейчас, давай, мучочек или это? Так, раз. Сюда. О, мучок. Так, оставляем. Так, где у нас лопаточка? Можно беречь? Лопаточка. Вот она, лопаточка. Сейчас она зашкварчит, да? Можно, кстати, в лук немножко приправы уже. Давай, делай так, как ты делаешь. Вот, приправы. Кстати, я слышала, но я, в принципе, сама потом это брала себе на заметку, что лук вообще стоит посолить сначала, вот, когда он жарится, поджаривается, чтобы он не пригорал. Вот у нас соль. А соль, наверное, лучше всего использовать морскую. В ней больше минеральных веществ, она более, так сказать, полезна. Так, а здесь на максимуме, что ли, убавится? А мы сейчас можем сделать поменьше. Да. Дим, мы вот так вот сделаем. И можно уже рыбку. Скоро, что ты видишь? Так. Вот туда можно поставить. Угу. Вот. Как это? Рыбочку. А вот какую рыбу все-таки предпочитают? Вот сейчас мы используем филе трески. Филе трески нормально? Да, филе трески нормально. Она не жирная еще, можно ее каждый день кушать. Угу. Вот. А вот если рыба пожирнее будет, там, как говорить, семга или еще что-нибудь? Полезно очень включать раза три в неделю, или можно даже почаще спортсмену. Так, и приправку сейчас посыпаем еще сверху. Раза три в неделю можно, значит, и жирные сорта. Жирные очень полезны, потому что омега-3 жиры, содержащиеся как раз вот в такой жирной рыбе, они, кстати, вообще это единственные, наверное, жиры, которые очень важны для сброса веса тоже. Они влияют на сжигание жира. Не смотря на то, что рыба вроде бы жирная, но на самом деле этот жир не идет в жир, а наоборот тот, что имелся в организме, он его... Он, наоборот, помогает расщеплять жиры даже. Вот. Так что полезно включать в меню и льняное масло, вообще. Вот, кстати, льняные кашки тоже очень полезны, потому что содержат как раз эти омега. Ну и можно посолить еще чуть-чуть. Не знаю, приправка соленая, нет. Посолим. Вообще я редко что солю, вот, но так как у нас сегодня блюдо выходного дня, можно и посолить, да. То есть соли стараются использовать поменьше. Да. Чтобы она не задерживала воду, значит, не накапливалась вода, потому что вода что делает в организме, вот, если подает... Ну, вода, это и давление повышает лишнюю жидкость, и, естественно... Так, могу сказать... Рельеф не такой, да? Да, рельеф, да. И, кстати, задержка воды мешает сжиганию жира тоже, то есть лишняя вода. Именно вот этот вот натрий хлор. Да. Так, надо, наверное, сделать получше что-то, но никак не... 12 ноября. День Зиновия. Сегодня почитают память мученика епископа Егейского Зиновия и сестры его, мученицы Зиновии. Они рано остались сиротами, раздали свое наследство бедным людям, а себя посвятили Богу. Награду Зиновий получил дар чудотворения. С помощью молитвы стал исцелять больных. Вскоре его избрали епископом. Во время гонений на христиан его принуждали отказаться от истинной веры. За отказ жестоко пытали. Сестра узнал, добровольно пошла за братом. Сегодня отмечали праздник рыбаков и охотников. В северных областях в это время они отправлялись на зимний промысел. Им устраивали пышные проводы и проводили различные обряды, которые помогут привлечь удачную добычу. Например, договор с лешим о том, чтобы тот не путал следов и помог добыть больше дичи. А заодно защитить от опасностей, особенно от диких животных. Охотник обещал лешему, что будет вести себя в лесу прилежно. Лишнего зверя не бить, веток не ломать, не трогать зверей с детенышами. Если обещания не выполнялись, то леший мог охотника наказать, запутать звериные следы, испугать, напустить болезнь, отхлестать ветками по лицу и так далее. Сегодня обязательно следовало выехать на первую порошу, чтобы подстрелить хоть какую-нибудь дичь. Тогда последующая охота будет удачной. Первого подстреленного зайца охотники называли именинником и особенно радовались тому, если удалось его поймать. Считалось, что тогда весь год будет очень удачливым. В некоторых областях сегодня почитали синицы. Для них мастерили кормушки, прикармливали и верили, если синицы залетят сегодня во двор, это, к счастью, в доме. Приметы. Если сегодня птиц подкормить, это к удаче во всем. Много синиц возле дома, скоро наступит холода. Синицы во двор залетела счастливый знак. Синицы с раннего утра щебечут, ожидаем мороза ночью. Если девушка сегодня поест зайчатины, то станет красивой и обзаведется большим количеством ухажеров. Перед морозами вода в колодцах поднимается, а перед дождем опускается. А что бы ты еще вспомнила из своей, сказать, тренировочной практики, что тебе вот, с чем ты столкнулась? Вот знаешь, давай лучше всего так скажем. Вот много людей, я сам знаю по себе, вместе с тобой занимались. Ну вот почему-то один добивается успеха, а другие не добиваются. И были, возможно, говорили и более талантливые люди, но вот они как-то раз и отселись. Ну ведь, видимо, просто не его. Не его. Да. Любое занятие, оно успешное, если оно тебе нравится. Это любое. Это и работа лучше получается, если человеку работа нравится. И он доводит это дело до конца. Так же и здесь все то же самое. Если, может быть, человек нашел себя в другом спорте. И добился там результата. Я просто на тебя смотрю и вспоминаю фильм «Качай железо». И там Шварценеггер рассказывает, в смысле, вот об этом феномене довольства. Что он говорит, вот из-за того, что я напрягаю мышцы, я испытываю такую, мол, радость, что не сравнимую там для него ни с чем. И я, говорит, вот, и, как бы сказать, вот в этой радости пребываю, пребываю, но там… Нет, вообще, это, кстати, большое удовольствие чувствовать тонус мышцы, чувствовать себя в тонусе вообще. Это и повышает настроение. Вот, кстати, даже и по себе всегда замечала, что могу прийти расстроенная, напряженная, раздраженная. Начинаю заниматься все сразу, и мир краша становится. То есть напряжение, раздражение, это говорит о том, что, как говорится сейчас модно, это стресс. Значит, стресс – это напряжение. Ты испытала стресс, и вот некоторые люди думают, а как от него избавиться, от стресса? Они вот дают кучу различных таблеток, некоторые предпочитают алкоголь и так далее и тому подобное. Но, оказывается, для того, чтобы снять этот стресс, вот как ты поступаешь, надо просто-напросто потренироваться. Тренировка – это мышечное напряжение, да? Это выплеск эмоций. Выплеск эмоций. В силу, через силу все это проходит. Вот, ну и вообще общение в зале с людьми, которые тоже это нравится, этот спорт, тоже это эмоциональный какой-то обмен происходит. Эмоциональный подпект, да? Да, и повышается настроение. И после того, как ты позанималась, вот это вот напряжение, да, значит, напряжение уходит, следом, естественно, следует фаза расслабления, и человек расслабляется, вот это вот умственное все это выходит, снимается, и он уже может спокойно и спать, да? Да, естественно. А то понервничали, покорили, там выпили, еще что-то, еще что-то, пришли домой, ни напряжение, ни расслабление, телевизор посмотрели, я это назову, знаешь, какое-то срединное состояние, да? Ни напряжение, ни расслабление, и они не могут уже в кровати расслабиться, и вот глаза смотрят, что-то там еще такое. И потом дайте мне что-нибудь такое, чтобы, знаешь, чтобы я расслабился, а утром дайте мне что-нибудь такое, чтобы я собрался. Оказывается, вот физические упражнения, значит, силовые. Кстати, и с утра, вот я вообще могу заниматься как с утра, так и вечером спортом, это... И зависит как раз от моего настроения, от настроя, вот. Иногда, наоборот, хочется вечером выплеснуть все эмоции, весь негатив, как раз перед сном, чтобы спокойно заснуть. Вот таким вот образом. Хватит, Риса? Хватит. И у нас с вами как раз получилось блюдо для тех людей, которые хотят, чтобы у них росла мышечная масса. А те, кто хочет похудеть, постройнеть, просто это тоже ценное блюдо, полезное очень. Просто пореже его употреблять, а набор массы почаще. 13 ноября. День Никодима. Почитается память преподобных Никодима и Спиридона. Они жили в ближних пещерках Киева-Печорской лавры в 12 веке. Внутри пещер они провели 30 лет и занимались выпеканием просфор. Свой труд они сопровождали молитвой и исполнением псалмов. Согласно преданию, однажды печь загорелась, но Спиридон и Никодим смогли потушить огонь, оставшись невредимыми. По этой причине их стали почитать как защитников от пожаров и иных стихийных бедствий. Сегодня молились святому Никодиму, и его считали защитником дома от пожаров. Из домашних дел переводили кур в более теплые помещения, которые назывались зимние закуты, чтобы птицы не померзли. Примечали слабую птицу для убоя. Из курицы готовили бульон, котлеты, курники. Курники – это пироги с начинкой из мяса курицы. Отмечали сегодня праздник рыболова и охотника. Они обязательно отправлялись на промысел в этот день, чтобы в течение всего следующего года промысел был удачен. В северных землях России мужчины уходили на промысел на несколько месяцев, что было очень опасно для жизни. Провожали их с большими почестями, устраивали пышные застолья и обязательно проводили разнообразные обряды. Приметы. Если сегодня начал петь снеги, скоро наступит зима. Солнечная и ясная погода указывает, что будет порывистый и сильный ветер в ближайшие дни. Громко чарикают воробьи к теплой погоде и наоборот. Первый улов нужно обязательно пожертвовать храму, либо продать, а на вырученные деньги купить свечи, чтобы поставить их в церкви. Если сегодня съешь блюдо из курятины, будет тебе счастье. Не стоит общаться с незнакомцами сегодня, то есть 13 ноября. День благоприятен для наведения порчи. Сон, который приснился сегодня, сбудется через 9 дней. Если потеряли пуговицу, значит кто-то сглазил. Сегодня важно выспаться, это к долгой жизни и наоборот. На небе ясная луна крепким морозом. У нас сегодня в гостях у целебной кулинарии чемпион мира по фитнесу Михаил Дегонов. Спасибо, что пригласили, Геннадий Петрович. Сразу видно, что человек занимается над собой, это явно видно, да? Но для того, чтобы приобрести соответствующую фигуру, здесь было, а здесь не было, это говорит о том, что человек должен в первую очередь знать, как это сделать. Второе, человек и знает, как это сделать, а не хватает самодисциплины. И вот сейчас мы у Михаила как раз и порасспрашиваем, как вот это сделать, с помощью каких упражнений. С удовольствием поговорю, с удовольствием сейчас, может быть, что-то приготовим даже с вами, Геннадий Петрович. Давайте. Я вижу замечательное такое мясо, прямо вот, ну, смотришь на него и по неволе хочется его, да, уже представляешь, в виде готового блюда. Я думал, уже представляешь, когда съел. Михаил, а вот какое мясо лучше всего использовать для того, чтобы полноценно росла мышечная масса? Ну, вот у вас прекрасный выбор, потому что это не просто говядина, но еще говядина без явных каких-то таких жировых прожилок, да? То есть, вот, ну, с точки зрения как здорового питания, так и набора мышечной массы, вот как говорят, то, что доктор прописал, вот это оно и есть. Оно и есть, да? Ну что, тогда мы его начнем готовить, а по ходу готовки расскажешь... С удовольствием. Об особенностях тренировочного процесса. Конечно, с удовольствием. Наверное, надо разрезать, да? И я вот так вот начинаю разрезать, разрезать, это все дело у нас... Роскошные стыки. Вот, стыки. А вот курицу можно использовать? Да, конечно. Куриное мясо. А как лучше всего мясо использовать? А, ну, тут я не буду оригинален. Вы, как в прошлом бывший спортсмен, причем тяжелоатлет, знаете, что, ну, все спортсмены предпочитают куриное филе. Куриное филе. Ага, сейчас. Я это сделаю, чтобы по рукам не было нормальненько, да? Один кусочек мы отбили, то есть стейк всегда надо отбить. Ну, конечно, это с точки зрения приготовления облегчает его прожарку и делает его более мягким в итоге. Слушайте, а вы знаете, я был в гостях у одного там, ну, будем говорить, такого известного человека, и он меня угощал мясом, которое, он еще подчеркнул, берется камень, и об камень отбивается мясо, и вот оно вот настолько уже отбивается, что там какой-то фарш получается. И вот это говорит, мясо самое полезное. Это если такое мясо дают, значит, тебя уважают. Хорошо. Ну, в наших условиях большого города, боюсь, что это будет не лучший выбор. Все-таки на кухне у нас, ну, скажем так, не у всех есть камень. О, ну да. А молоточек есть везде. Костерски вы это делаете, Геннадий Петрович? Видно, что у вас есть большой опыт. А с чем лучше всего его съедать? Вот именно для набора веса. Вот первый вариант для набора веса его лучше съедать. Тут, Геннадий Петрович, давайте начнем немножко издалека, да? Давайте. А прежде всего, а как его лучше приготовить? Вот. Потому что вот сейчас мы его пожарим, и когда мы говорим именно про набор мышечной массы, про тех наших телезрителей, кто хочет стать больше, что называется, да, набрать больше мышц, увеличить размер своих мускул, то жареное мясо, ну, естественно, мы сейчас же будем его не просто пожарить, мы будем использовать целый ряд технических приемов, которые позволяют говорить то, что жареное – это на самом деле не то, чтобы вот так вредно, как принято считать, как вот сейчас, ну, много где пишут. Вот. А на самом деле, конечно же, предпочтительнее все-таки его тушить, тушить. И, ну, вот тут есть нюанс, что хочется сказать, что отварное мясо самое полезное, но оно самое невкусное. 14 ноября. День Космы. Почитается память двух братьев по имени Таман и Косма, Демьян и Кузьма. Они известны как святые чудотворцы-бессеребренники 3-4 веков. Братья рано остались без отца, их воспитанием занималась мать святая Феодотия. Став взрослыми, братья обучились врачебному искусству. За то, что они вели праведный образ жизни, Господь наградил их даром исцеления больных и немощных. За исцеление братья никогда не брали денег, за что их прозвали бессеребренниками. В народе этот день называли курятником, переводили птицу в теплое помещение, а слабых резали. Всю неделю блюда из курятины должны быть на столе. Это обещало счастье и удачу в делах. Отправляли сегодня куриные именины. Богатые родственники отправляли бедным родственникам кур в подарок. Кур, подаренных сегодня, называли челобитными. За ними особенно хорошо ухаживали, чтобы птица была здоровой. Их запрещалось убивать. Считалось, что яйца, снесенные такой курицей, будут лечебны. Также занимались вязанием теплых вещей на зиму. Демьяна и Кузьму в народе считали покровителем ремесел, брака и семейного очага. Как правило, осенние кузьминки совпадали со свадебной порой. Незамужние девки сегодня приглашали парней, приготовив им различные угощения. И такие гуляния могли длиться до самого утра. В некоторых областях сегодня чествовали дворового. Это младший брат домового. Его надо было задобрить и накормить кашей из пшеницы. Тогда он не будет пакостить, портить отварь, гонять лошадей и так далее. Приметы. Если сегодня снег пошел, весной половодье будет. Если сегодня мороз слабый, зима наступит не скоро. Дорога в грязи, значит морозов не будет до середины зимы. На реках лед, мороз продержится до весны. Если снится сон в ночь на 14 ноября, это вещи сон. Если сегодня на ум приходит необычная и странная мысль, это к переменам в жизни. Потому что вещества экстрактивные выварились, и получается один только белок. А вот это вот, как бы сказать, смака и нету, который вкус дает. Да, так и есть, конечно. Все-таки, ну вообще, отварная пища, она более специфичная. Значит, лучше всего либо поджарить, либо его сделать, потушить. Можно на гриле, ну как бы это зависит от ситуации, как кому больше нравится, и какие возможности кухни, естественно, позволяют. Но жареное мясо, повторюсь, вот с точки зрения именно тех наших зрителей, кто хочет стать максимально большим, прекрасный выбор. Хорошо. А с чем его вот? С крупой, с овощами? Тут, Геннадий Петрович, единого как бы рецепта быть не может. Ну, в принципе, как во всем, что касается кулинарии. Потому что, если мы обратимся, вот у нас сейчас очень принято чуть штукивать на американцев. У них уже большая, так сказать, сложившаяся культура питания именно в области здорового образа жизни, а не именно стонации, которые то, если вы помните, с холестерином, морозом, то, соответственно, они вот мускулатуру набирают. И у них это прежде всего рис. Рис? В наших российских условиях, когда у нас есть такой прекрасный продукт, как гречка, вот я, например, предпочитаю гречневую кашу. Ну, она и, на мой взгляд, субъективный вкус, она вкуснее. Она, ну, ничем не менее полезна, а в чем-то, что касается, например, витаминов группы В, даже более полезна, чем рис. И мне кажется, что на гарнир лучше все-таки выбирать ее. Хотя, повторюсь, это вопрос, конечно, субъективных предпочтений. И если мы говорим, например, про завтрак, то на завтрак я вот, например, каждое утро ем овсянку. Вот. Ну, вот так мы когда говорим, да, что овсянка – это порез, ну, это все мы знаем, да, все мы читаем какие-то рецепты. Но обычно никто же не задумывается, а что в ней такого порезного, что ее выделяет из других гарниров. Из лаков, да? Да, из других лаков, совершенно верно. А на самом деле она же содержит замечательное, такой, как это сказали бы медики, полисахарид, ну, то есть углевод, бета-глюкан. А еще в… И что он делает, этот бета-глюкан? Он нормализует именно наш уровень холестерина в организме. Это, насколько я знаю, это единственный из природных, соответственно, углеводов, кто действительно нормализует вот тот самый уровень плохого холестерина, с которым все, ну, пытаются каким-то образом бороться, контролировать его. Ну, это все отбили. И теперь что, надо маслица туда добавить на сковородочку? Причем, Геннадий Петрович, хочу подметить, что у вас очень правильный, очень грамотный выбор масла. То есть, вот сейчас, ну, идут самые разные диспуты о том, что, дескать, оливковое масло полезнее, чем подсолнечное, или там, например, льяное масло еще полезнее. Но принципиальные моменты, вот я вижу, что у вас оно как раз нерафинированное. А вот это намного важнее, чем выбор непосредственно сорта масла или из чего оно сделано. Вот это, конечно, очень интересно сказать, но я хочу сказать следующие подсчетные особенности. Если масло нерафинированное, его лучше, оказывается, использовать в салатах. Она даст больше пользы. А вот если масло используют для жарки, нерафинированное масло имеет больше вот этих вот различных веществ, которые при жарке начинают разрушаться и дают те или иные там, будем говорить, вещества. Здесь тогда более очищенное масло лучше использовать. Вот такие нюансики есть. И мне очень понравилось, Михаил, когда вот рассказывал о крупах, вот действительно, крупы вроде бы не все одинаковые, а что там там? Ну, там имеется углевод сложный и пожалуйста. Вот, как раз добавляем маслица совсем немного, Геннадий Петрович. У нас получится с вами прямо вот настоящее здоровое питание. Когда рис используется, он действительно, он упитывает, то есть он дает, ну, и массу, от него там и жирочек. Ощущение сытости он дает. Ощущение сытости он хорошо. Если мы используем овсяную крупу, вот более ценную, то вот она больше дает силы. Вот не зря лошади ее едят и становятся такие вот сильные, будем говорить, лошади, да? А, допустим, вот гречка, гречка, это великолепный продукт. Ага, ложим сюда ее. Вот так вот. Какие все-таки роскошные кусочки мяса получаются. Я думаю, мы положим только три. Хорошо, три. И будет как раз очень красиво, питательно и, я уверен, в дальнейшем вкусно. А вот, а если мы используем гречку, она, как бы сказать, еще даст и, вот она способствует тому, что обладает большими способностями к кроветворению. То есть вот отсутствие там, ну, недостаточно гемоглобина, гречечку кушаем, значит, с ним будет лучше всего вырабатываться. И, ну, хочется, знаете, еще такую интересную вот вещь сказать. Вот действительно, мясо-то, оно тоже способствует кроветворению, да? Да, конечно. И наш организм, оказывается, он развивается с костного мозга, то есть там вырабатывается кровь. И кровь, если она полноценная, а для того, чтобы она была полноценной, естественно, мясо должно быть, вот, строится весь организм. Ну, еще интересная вещь, вот почему мы все-таки, как бы сказать, делаем акцент на физических упражнениях, причем силовых. Дело в том, что физические упражнения, силовая направленность, они способствуются тому, что за счет волевого усилия, которое идет изнутри наружу, понимаете, мы струим тело и даем импульс на обновление. Потому что, как бы сказать, вот художник, ну, грубо говоря, нарисовал что-то, да? Она запылилась. А надо, фу, дунуть, чтобы это прорисовалось, да? Опять запылилась. Фу, думали, это самое, и волевая усилия такая, эд, напряглись мы, она только хоп, и стерла различные там все эти там такие, ну, ненормальности, которые есть, и обновила. Опять тренировочка, раз, то есть должно быть и питание, и физическая наружка для того, чтобы наша жизнь была полноценной. Что мы делаем? Нет, мы не нажимаем. Нет? А, ну, давайте возьмем лопатку. Да, лопаточка. А где наша лопаточка? Так, лопаточка у нас, вот она. Миша. Так. Вообще, я хочу сказать, что замечательное все-таки мясо. Так оно уже аппетитно выглядит. А вот стоит ли его прожаривать до конца, чтобы оно и в середине было? Или стоит немножечко оставлять, и чтобы в середине как бы сыроватая была? Ну, я думаю, что Геннадий Онищенко сказал бы, что все-таки надо иметь всегда мясо хорошей прожарки, но мне лично больше нравится с кровью. Скажу честно. С кровью. Да. Мне нравится больше с кровью. То есть там остаются ферменты, которые способствуются тому, что они сразу же начинают и пищеварение, и добавляют как-то силу. Да, вообще, Геннадий Петрович, вы очень хорошие всегда примеры приводите. И, конечно, вот когда мы говорим про физические тренировки, ну, не обязательно про силовой тренинг, просто про какую-то физическую активность. Мы же запускаем все наши внутренние процессы, все гормональные процессы, вообще активируем наш обмен веществ, который в противном случае измеряется. И вот как раз обновление, про которое вы говорили, естественно, не происходит. 15 ноября. День Акиндина. Назван в честь святых мучеников Акиндина, Пегасия и Анемпадиста. Они служили при дворе персидского царя Цапора и скрытно проповедовали Христа. Был сделан донос, и царь велел их, распростерши по земле, бить суковатыми палками. Потом были и другие пытки. Пытались утопить в море, сжечь на железном листе и многие иные. Но святые оставались живы. Видя это, много народа уверовало в Христа. Царь приказал их всех казнить более 7 тысяч человек. Сегодняшний день назывался «Житницы». Продолжали сушить зерно в овинах, а закромать защищали от грызунов. Так как дело шло к сильным морозам, особо почитали печной огонь. Растапливали печь и грелись возле нее всей семьей. Длинными вечерами рассказывали друг другу разного рода истории и сказки. Было принято гадать у печного огня. Особенно этим занимались девушки, желая узнать свою дальнейшую судьбу. Мужчины сегодня обмолачивали снопы. Работа эта весьма тяжелая и продолжалась весь день. Мужики брали в руки цепы, это такие палки для обмолота, и били ими по снопам хлеба, выбивая из них зерно. Сегодня задабривали овинника, домашнего духа, живущего в закромах. Его представляли в образе существа, похожего на черного кота с горящими глазами. Но истинного лица овинник перед людьми не показывал. Однако некоторые утверждали, что овинник это маленький, седовласый старичок или высокий, здоровый мужик с суровым взглядом. Он помогал трудолюбивым хозяевам, а не родил им, пакостил, сжег снопы, портил зерно. Чтобы этот дух был добрым, ему подносили сегодня чарку водки, петуха и ковригу хлеба. Приметы. Если в этот день выпал снег, весной будет многоводно. Распутиться на дорогах указывает, что тепло продлится до начала декабря. Если небо тучами затянуло, кот тепели. Облака против ветра плывут к снегопаду. Что сегодня загадаешь, то в скором времени сбудется. Если сегодня до заката попросить прощения у всех, с кем поссорился, Жить станет гораздо легче, а хлопот будет меньше. Одежда, купленная сегодня по нормальной цене, долго прослужит. То есть человек чахнет, становится слабым, улетается иммунитет и подвержены к заболеванию. Для того, чтобы человек был здоровым, в первую очередь он должен быть активным. Да, физически активным, конечно. Поэтому хотим мы того или нет, физическое упражнение то, что надо. Абсолютно с вами согласен. Слушай, Миша, а вот ты когда начал заниматься? А вот во сколько лет ты начал заниматься? И что тебя подвигло именно к этим занятиям? Я, Геннадий Петрович, начал свои первые тренировки, но тогда достаточно хаотичные, но очень упорные. Потому что вы же сами знаете, что молодежь, если она хочет чего-то добиться, то, ну, молодежь, понятно, молодежи рознь. Ну, тот, кто действительно хочет добиться, он, конечно, очень упорен в своих устремлениях. А начал я тренироваться еще в школе, в старших классах. Тогда, это же были еще времена СССР, когда не было доступа никакой информации. Ну, то есть мы, вот, так сказать, внутри железного занавеса, мы о каких-то вещах догадывались, какие-то мы предполагали, что это может быть. Журнал «Спортивная жизнь России», в которых там комплексы печатали по атлетизму. Но это было уже чуть позже. Позже? Чуть позже, да. То есть я прекрасно помню «Спортивную жизнь России», в советском спорте печатали самые первые комплексы. Потом выходили, уже в дальнейшем были такие замечательные черно-белые брошюрки «Атлетизм». Они были переводные, их тогда впервые в нашей стране, но еще же было в СССР. Они, если, ну, не буду врать, не помню, какие это были годы, но понятно, что это были, конечно, конец 80-х. Но тогда их переводил легендарный, просто не побоюсь этого слова, среди бодибилдеров Эдмундес Даубарес. Это нынешний президент Всемирной Федерации фитнеса. И, ну, просто был не то что раритетом, а чем-то чуть ли не, наверное, можно сказать, объектом поклонения среди культуристов, потому что там была информация, но по нашим, да, нынешним временам, в общем-то, ничего там такого не было. А тогда, когда был сплошной информационный вакуум, ну, просто казалось чем-то невероятным. Что вот сейчас, да, ты начнешь тренироваться по этим комплексам и очень быстро догонишь Эрмальда Шерсенеггера. Слушай, Миша, а вот с чем мы его будем кушать? Вот у нас, я вижу, болгарский перчик. Прекрасный выбор. Сделаем его с тушеными вот такими овощами, очень вкусно. И как раз... Порежем, да? Да, чуть-чуть порежем с вами. Добавим уже на сковородку, чтобы мы имели в итоге такое вот готовое блюдо, уже которое можно не просто употреблять в пищу, но которое уже вкусное, уже, так сказать, конечный продукт, всё готово. Конечный продукт, полезно. Насколько я понимаю, всё-таки одно мясо нежелательно употреблять, оно должно быть с овощами или вот с какой-то там клетчаткой, пусть даже с теми крупами, которые дают вот эту вот способность организму и переваривать, и очищаться. Потому что если только одно мясо, 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 могут быть и запоры. Я так понимаю, да? Но вообще я хочу сказать, что все вот эти монодиеты, да, когда люди едят что-то вот одно, да, это же, ну, антинаучно, если так объективно смотреть на вещи. Плюс это, ну, кому-то, естественно, нравится. Кто-то так питается в силу каких-то проблем со здоровьем или, допустим, к тем же соревнованиям готовится. Но для абсолютного большинства людей, конечно же, вы абсолютно правы. Всё-таки какой-то гарнир обязательно должен присутствовать. Обязательно. Всё, оставляем. Значит, для набора мышечной массы лучше всего использовать крупяной гарнир. Да, безусловно. А когда подготовимся к соревнованиям или хотим вот подсушиться, хотим стать страннее, уже овощной. Да, так и есть. Мясо остаётся, в смысле мясо нам даёт белки, а вот жирки начинают уходить в процессе тренировки, как они разлагаются. А овощи не даёт. Они даёт витамины, ферменты, чтобы всё это быстренько... Даже вкус просто даёт. И вкус, естественно, даёт. Всё, отлично. Абсолютно верно. Плюс, Геннадий Петрович, мы с вами сегодня как раз уже когда говорили про курицу, о том, что с точки зрения... То есть, то можно и курицу использовать, вот как мы говорили. Да, то вот в этом случае курица с какими-то овощами становится уже более предпочтительней, чем вот как мы сейчас готовим мясо с сушёными овощами. Вон она как. Вот это моя мама бы сейчас одобрила. Я думаю, что когда она будет смотреть эту программу, она получит большое удовольствие, потому что она очень любит вот такую зелень и, ну, как бы отнесётся с явным одобрением. Я вот дома, я скажу честно, я очень редко использую. В первую очередь запах раз. Запах – это фитонциды. Вообще запах способствует тому, что запускает у нас пищеварение. Ферменты, которые здесь есть, и ароматические вещества, они разрыхляют пищу, улучшают отток желчи, улучшают отток пищеварительных соков и способствуют тому, что всё это более лучше переваривается, нежели если без ничего. Ну и плюс это активирует наши вот вкусовые рецепторы, то есть нам становится пища более приятна, но банально есть. Я добавлю сюда ещё чесночка для того, чтобы такой как-то... Ну да, чуть-чуть чесночку будет только на пользу. Вот. А вот сколько раз надо питаться? Потому что я знаю, если человек один раз питается, даже полноценной пищей, он просто-напросто переедает, растягивает желудок, и никогда у него не будет струйная талия. Вот постоянно всё что-то будет вываливать. Я скажу больше, Геннадий Петрович. Такой человек рано или поздно будет вынужден ходить к врачам, потому что у него неминуемо начнётся гастрит. Гастрит, который, как знать, не дай бог, со временем перейдёт в язву. Потому что, ну, недаром же наши предки, причём в любой культуре, без разницы мы говорим про нашу славянскую, или, может быть, про какую-то европейскую кухню, но везде же присутствовали полдники, ланчи, five o'clock, если мы говорим про Англию. То есть всегда предполагалось, что люди, ну, нас приучили, что завтрак, обед, ужин. Но на самом деле всегда предполагалось, что приёмов пищи больше. И действительно сейчас, даже если не брать спортивную составляющую, даже если не говорить о достижении каких-то результатов, то любой человек, любой человек, кто следит за своим здоровым питанием, кто хочет стать, не обязательно там массивнее или ещё что-то, просто чувствовать себя здоровее, конечно же, должен питаться более трёх раз, желательно четыре-пять, в случае спортсменов, и ещё чаще раз. А вот количество разделения пищи, какого по объёму должно быть? Ну, допустим, там, если всю пищу за день, которую мы съедаем за 100%, там, например, зал-то там 20, обед там 30, сколько там. Вот как вы там отношили? Есть такое деление вообще? Тут, наверное, лучше говорить не только про объём, хотя про объём пищи вы естественно правы. Конечно, что наедаться на ночь, когда ты ешь такой полноценный обед, ну, понятно, что это не полезно. Так, но я бы сакцентировал внимание чуть на другом. Это на углеводной составляющей. Вот мы сейчас с вами как раз говорили же про то, что вот рекомендуется овсянку есть на завтрак, о том, что если вы хотите набрать мышечную массу, то лучше добавить к мясу не тушёные овощи, а, соответственно, рис или лучше, ну, зависит от пристрастия гречку. Так вот, говоря про вечерний приём пищи, про вечернее, наверное, даже правильнее так сказать. Число углеводов, то есть гарнира, конечно, лучше сокращать. Конечно. А, вот она важная вещь, я услышал. И запомните, действительно, вот человек, который разбирается, мы можем гарнир, даже, возможно, и картофель съесть с мясом с утра, хоть это будет и тяжеловато, но, тем не менее, всё это усвоится. Но если всё это мы, и мясо, и картофель, или, там, рис, или ещё кашу, всё это навечет, то обязательно у нас талия будет, наверное, расти. Или проблемы с её уменьшением... Усобубятся, конечно. Вот это очень-очень важно. Ну что, блюдо наше готово. А, так вкусно пахнет и выглядит, как аппетитно. Будем пробовать? Обязательно. Пошли пробовать. Добро вам здоровиться, а до новых встреч. 16 ноября. День Акепсима. Назван в честь святых мучеников Акепсима Епископа, Иосифа Пресвитера и Аефала Диакона. Акепсим, будучи уже 80 лет от роду, сохранил ещё среди трудов силы совершать усиленные подвиги поста и молитвы, ревностно заботился о пастве. Персидский царь Сапор воздвиг великое гонение на христиан. Больше всех пылали яростью на христиан жрецы и волхвы, предавая их лютой смерти. Выше перечисленные святые были замучены до смерти от пыток. Этот день ещё называют Днём Холодной Анны. Анна была дочерью киевского князя Всеволода Ярославовича от брака с греческой царевной. Анна должна была заключить брак с византийским принцем. Однако свадьба не состоялась, поскольку невеста решила посвятить себя служению Богу. У наших предков было распространено верование о том, что сегодня нечистая сила спускается на землю и смотрит, как живут люди. Также тёмные духи готовились к святочному разгулу. Посему в этот день стоило поберечься. Например, не рекомендовалось покидать дом без особой нужды, избегать людных мест, не стоило отправляться в дальнюю дорогу, а также ссориться друг с другом. Сегодняшний день больше всего подходил для снятия порча или злаза с человека. Поэтому народ шёл к знахарям, чтобы очиститься от скверны. Женщины брались за рукоделие, ткачество и прядение. За такой работой они проводили долгие вечера. С этого дня начинали лакомиться мороженными ягодами – мороженой, брусникой, клюквой. Из ягод готовили кисели, пироги и другие блюда, обладающие поливитаминными свойствами. Пекли блины и к ним подавали сладкое молоко, замороженное на улице. Аналог современного мороженого. Его стругали ножом и подавали к столу. Приметы. Если в печи быстро прогорают дрова – это к буре. Если горят плохо – к тёплой погоде. Облака низко плывут по небу, вскоре наступит настоящая зимняя стужа. Лёд встал на реке – хорошему урожаю в следующем году. Если сегодня вечером ударил мороз, зима будет тёплой и без существенных перепадов температур. Если использовать парфюмерные духи сегодня, то ни один тёмный дух не тронет. Если лунная ночь светлая – это к тихой морозной погоде. Сегодня на программе «Целебная кулинария» я хочу для наших друзей, чемпионов мира по фитнесу, сделать особый напиток, который, я считаю, будет и силу давать, и способствует набору веса, набору массы, восстановлению и вообще оздоровлению организма. И хочу их угостить, а они уже оценят. С удовольствием. Значит, в чём заключается фишка этого нашего напитка? Дело в том, что он целиком сырой. То есть все ферменты, которые имеются в этих продуктах, они будут живые. Далее мы всегда говорим о том, что нам нужны витамины группы В. Витамины группы В, к сожалению, допустим, больше там витамина С вот здесь у нас будет, здесь у нас в зелени будет. А вот витамины группы В, они имеются особенно много в проросшем зерне. И более того, они-то, они-то знают, что в проросшем зерне содержится витамин Е, который является антиоксидантом, что очень важно для нашего организма. Витамин молодости. Вот. И способствует набору мышечной массы. Безусловно. О, так все витамины, которые прошли там какую-то обработку, они теряют свою активность. Здесь же он, он растет, он толкает зерно, чтобы оно росло. То есть и когда мы это будем съедать, он будет толкать наши мышцы на рост, рельеф и силу. Плюс он будет оздоравливать нас, как организм в целом. Что еще важнее. Фактор роста. И самое интересное, вот можно сказать, ну это же все-то там каша какая-то, там это крахмал, мы можем там зажиреть и так далее. Во время прорастания ферментами все здесь крахмал превращается в солодовый сахар. Представляете? Это уже больше растительный продукт. И мы его добавляем в блендер. Одну ложечку, другую ложечку. Кстати, видите, как оно проросло? Да. Вот, видите, вот, Маша, видишь, вот это самое-самое важное. И мы сюда, ну примерно грамм сто положим, так и есть. Далее мы это все соединяем еще с зеленью, чтобы это еще и зелень работала на нас, то есть была там клетчатка. Ну витамин С, как вы сказали. Витаминчик С, да. И теперь смотрите, очень интересно, это болгарский перец. Болгарский перец, оказывается, он содержит кремний, который нужен для того, причем биологически активный кремний, который нужен для того, чтобы сделать эластичными наши связки сосуды. У спортсменов из-за того, что они переедают творог, молочные продукты, в организме больше кальция. А кальций, знаете, что он делает? Он дает крепость нашему скелету, основе. А еще помимо крепости должна быть эластичность. И эластичность дает только кремний, не кальций, а кремний. И, кстати, определенная пропорция и кремний, и кальция в организме способствует тому, что все это гармонично у нас сочетается. И наши связки прочные, наши сосуды эластичные, и нет, знаете, во время, то давление расширилось, то давление, значит, уменьшилось, головные боли возникают, разрыв сосудов или еще что-то. Болгарский перец. К сожалению, сейчас не редкость. Далее я знаю, что Маша любит полноценные белки. Действительно, откуда взять полноценные белки? Их у нас тут все-таки нет. И мы тогда возьмем их из творожка. Прекрасный обезжиренный творожок. То, что нужно. 17 ноября. День Иннокентия Великого. Назван в честь преподобного отца Иннокентия Великого. Ребенком он пас домашний скот. И уже тогда усердно молился. Целыми днями стоял он в каком-либо уединенном месте и молился Богу. Когда он удалялся на молитву, то осенял стадо крестным знамением. И стадо никуда не расходилось. Его не расхищали ни звери, ни воры. В дальнейшем он был отличным воином. Но согласно Божьему промыслу, оставил все и стал пустынно жителем. Сегодняшний день имеет название День Романа и Платона. В народе считали его опасным. Старались без особой нужды не выходить из дома и не начинать никаких дел. И все из-за того, что сегодня все духи выходили на свободу и пытались проникнуть в избу, чтобы взять угля из печки. Чтобы этого не допустить, проводилось большое количество разнообразных обрядов. Вообще сегодня не давали никому огня. Если дашь, то нечистая сила заберет домашнее счастье и благополучие вместе с углями. И кстати, духи предпочитали селиться в домах и избах, в которых двери не закрыты. Поэтому крестьяне сегодня запирали двери и не приглашали никого в гости. Однако, молодежь игнорировала запреты и собиралась в шумные компании. Парни и девушки веселились и иногда до самого рассвета. Приметы. Сегодня нельзя ничего выносить из дома. Счастье потеряешь. Сегодня нельзя никому давать денег взаймы. Сегодня нужно начертить кресты над дверями и окнами с помощью мела, чтобы нечистая сила в дом не проникла. От злых сил можно насыпать на подоконник немного рябины. И она, нечистая сила, не проникнет. Не следует сегодня играть в свадьбы, заключать сделки или судиться. Знакомиться с новыми людьми. Все будет неудачным. Если у вас есть подозрение, что у мужа есть любовница, не отпускайте его сегодня никуда. И он вновь станет верным. Если синица прилетела к жилью и здесь запела, это к снегу. Если синица молча летает под окном, это к холоду. И выглядит как аппетитно. Аппетитно. Многие считают, что молочные продукты, это, дескать, невкусно. Я не могу разделить эту точку зрения. Теперь добавим, как раз Михаил сказал, о вкусе мы сюда добавим метка. Все знают, что когда человек занимается физическим трудом, он тратит углеводы. И много не надо, но тем не менее мы добавим. Примерно там столовую ложечку. А, кусочища. И наконец-таки, наконец-таки, как это все соединить? Мы будем соединять в кисломолочном. Кисломолочная, что она делает? Ну, Маша хочет сказать. Улучшает микрофлору кишечника. Правильно. Улучшает микрофлору кишечника. И кисломолочная также содержит аминокислоты. И аминокислоты. И тем самым кисломолочная будет укреплять наш иммунитет. Способствовать пищеварению. Вот. И мы это все... Да давайте все отсюда добавим. Вот. То есть можно ряженку, можно еще что-то. И теперь мы это все закрываем. Пробный проворот. Опа! Две минуты пускай мелится. Чтобы все это соединилось в однородную массу. То есть здесь теперь не будет что-то там... Пшеница сама по себе. Петрушка сама по себе. Перец сам по себе. Это все станет каким-то единым мономером. Ну да, будет полноценно смешанный коктейль. Сюда бы можно еще добавить в случае чего. Можно сыру и яйцо вместо, допустим, творога. А можно и с творогом вместе. Сыру и яйцо мы все знаем по кинофильму Рокер. Где Сильвестер Солоне, вернее, герой Сильвестер Солоне, каждое утро добавлял, я уж не помню, ну несколько, скажем так, яиц. Вот такого же плана коктейль. Но в его случае, конечно, о таком ингредиентном составе, о таком богатстве всевозможных продуктов даже речь не шла. То есть мы сейчас имеем явное преимущество перед тем чемпионом по боксу, которого играл Солоне. Остается только упорство и наши продукты, и мы его побьем. Совершенно точно. Такой коктейль не пробовал. Я тоже скажу честно, что, конечно, все мы люди взрослые, по отдельности мы знаем, что все эти продукты полезны. Но вот в таком сочетании я тоже сейчас буду пробовать это впервые. Сейчас я сам попробую сперва. Чтобы убедиться, что ничего не нужно дополнительно добавить. Да, 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 да. Попробуйте. С удовольствием, с удовольствием. Прекрасно все смешалось. Выглядит очень аппетитно. И сейчас попробуем, как это на вкус. Не спешите. Потому что то, что это полезно, мы знаем. Его можно сделать более таким насыщенным, погуще. Очень необычно и вкусно. А если сладенько? Можно больше добавить сладости, чтобы притерности не было. Можно больше творожка, можно больше зелени. Очень вкусно. Я все-таки ожидал, что будет какой-то такой специфический привкус. Потому что, когда много здоровых продуктов, то мы все психологически готовы к тому, что это особо вкусно-то и не будет. А прорушившую пшеницу вы там ощущаете? Да, да. Но она там не на зубах как-то это не так. Нет, нет, нет. Прекрасно все смешалось. Очень вкусно. 18 ноября. День Галактиона. Назван в честь святых преподобно мучеников Галактиона и жены его Епистины. Когда крестили Галактиона, старец сказал, «Сей младенец жизнь небесную возлюбит более земной». Так и вышло в дальнейшем. Женившись, они сохранили свое девство, раздали свое имущество и отправились в монастыри. Там они проводили время в посте и молитве. Во время гонений на христиан Галактиона схватили. Епистина пошла за ним следом. После мучений их казнили. Сегодня девушки выражили и гадали на суженного. Читали разнообразные молитвы и посещали храмы. В молитвах просили, чтобы жених был порядочным супругом и хорошим работником, а также разбрасывали во дворе монетки, чтобы привлечь жениха в свой дом. Парни тоже проявляли активность и приглашали девчать на гуляния, которые частенько длились до самого утра. Сегодня заканчивали убирать редьку, и блюда из нее появлялись на крестьянском столе. Ели тертую редьку или просто резали ее тонкими ломтиками, а подавались солью и постным маслом. Иногда использовали квас и лук. Популярным блюдом считалась квашеная капуста с редькой. Применяли ее как лечебное средство зимой при лечении простудных заболеваний. В день галактиона земля уже покрылась снегом и можно было выезжать на санях. Приметы. Если сегодня обильный снег, это к снежной зиме. На ветвях ивы виден ини, зима будет длинной. Дует северный ветер, но небо ясное, это к похолоданию. Если сегодня нашли чужой веник во дворе, значит, навели порчу. Не следует совершать крупную покупку сегодня. Она не прослужит долго. Очень хорошо сегодня убираться в доме. Если сходить сегодня в баню, весь следующий год здоровым будешь. Замечательный как-то... Можно на ужин этот... Можно ужинать этим. С напитком можно завтракать. Мне кажется, самое лучшее – это на завтрак такой питательный. Питательный, полезный завтрак. Можно в промежутках между пищами, когда нет по каким-то причинам возможности что-то приготовить, но ты можешь... Это же очень быстро мешается. Буквально за несколько минут Геннадий Петрович все приготовил. Очень быстро, и это очень... Из-за этого... Это не просто быстро, это и оперативно готовится, и вкусно. При нашем образе жизни, когда мы всегда спешим, это просто уникальный коктейль, который как раз спасает и здоровье наше. Да, так и есть. Потому что полезность, она чувствуется. Ну, плюс мы видели, из чего это приготовлено, мы, в принципе, знаем, что это полезно. А кишечник как будет работать? Замечательно. И самое интересное, вот действительно сказал Михаил Почеркнул, можно съесть различные продукты и не проконтролируют, а что там, кто там намешал. Каждый человек там, особенно во время приготовления, что-то там намешает. Муки, другое там какое-нибудь там вещество, разрыхлитель, еще, еще, еще чего-то. Здесь все натуральное, все сделано сами, все под нашим контролем, выпили и довольны. И обязательно, Геннадий Петрович, запишу потом, в каких пропорциях, потому что я уйду с вашей программы и забуду. Здесь пропорция даже не настолько она важна. Главное, чтобы была проросшая пшеница. Вот, болгарский перчик, можно здесь целый пучок петрушечки добавить. Творожка можно взять две пачечки, тогда он будет более такой густой. Вот, и меда уже по вкусу там, одну столовую ложку, две столовые ложки, либо вообще ничего. Я с больших, вернее, я с разных продуктов делал, столько этих, завтраков их называю, выложил на целебной кулинарии. Так что, можете еще там посмотреть, там. Кстати, имбирь можно добавлять. И имбирь у нас был, да. Имбирь, знаете, когда будете добавлять? Когда время будет холодно-сырое. Вот как раз начинается осень. Кстати, кстати, так как у нас еще немножечко осталось, и вот у нас имеется имбирь, как сказала Маша. Мы можем сейчас сюда добавить и с имбирьком сделать. Берем имбирь. Вот. Совсем чуть-чуть, надо? Да. Не перепутать. Не перепутать ничего. Вот, мы его нарезаем. Так вот, нарезали. Так. Сюда добавили. Кстати, мы сюда можем добавить, вот у нас остался и перец этот, вроде бы как... Добавить перчинки. Перчинки, да, добавим. Ну, имбирь как раз остроты и добавляет. Лук, чеснок добавлять не рекомендую. Почему? Потому что потом вы эту штучку не отмоете. 19 ноября день Павла назван в честь святого Павла исповедника архиепископа Цареградского. Он жил в непростое время, когда православные христиане подвергались гонениям со стороны еретиков Ариан, сторону которых держал и сам император. Павел отставил истинную веру и выступал против ереси. Его отлучили от церкви, изгоняли и арестовывали. Но он выстоял, возвращался назад, участвовал в соборе, по утверждению догматов церкви. Потом был сослан в Армению и удавлен Арианами. Становилось очень холодно. На реке появлялся лед, который стоял всю зиму. Поэтому этот день называли народе Павлом Ледоставом. Святого Павла исповедника почитали покровителем моряком российского флота. Крестьяне сегодня начинали готовиться к зимней рыбалке. Они разбирали сети, чинили их. Также проводились различные обряды на удачу. Например, задабривали водяного сладостями и звонкой монетой. Читали различные заговоры. Приметы. Если лед промерзает грудой на реке, это к урожаю хлеба. Если сегодня снегопад, зима будет снежная. Если сегодня безветренная погода, дело идет к морозам. Если олазаря утром, будет дождь или снег. Если вечером, то будет пасмурная погода. Много звезд видно на небе, идут холода. А если звезд не видно, это к снегопаду. Гуси купаются в воде, это к оттепели. Стая ворон и гала кружится в небе, к снегопаду. Если птицы тихо сидят на ветках деревьев, к морозной и ветреной погоде. То есть вы уже, я вижу, Геннадий Петрович, экспериментальным путем, самые разные тонкости знаете. Вот это сюда. Дайте еще одну пачечку мне творога. Мы сделаем более плотную его сейчас. Михаил. Творожок. Творожок. Да, мы сделаем этот. И мы его вот так вот просто. Даже вот так. Я по-простому. Значит, мы сюда добавили еще болгарского перца, еще пачечку творожка и выпили. Ничего остальное мы не меняем. То есть мы усилим одновременно и вкус, и, так сказать, белковую составляющую. Да. Опа. Все, тебе две минуты она мешается. И вот попробуйте вот это. Значит, хорошо размешивайте, потому что вроде бы жидкости мы не добавляли, а тем не менее, коктейль легко смешивается. И сюда берите более сильный блендер, для того, чтобы он все перемолол. Орехи можно добавлять? Можно орехи добавлять. Ну вот есть продукты, которые сочетаются, а которые не совсем сочетаются. Вот орехи, они как-то лучше, лучше вот в этом. Отдельно, да. На самом деле, Геннадий Петрович, я больше уделю внимание вашим рецептам, соответственно, вашим ресурсам, да? Потому что, ну, я вижу, что какие-то есть решения, которые мне даже в голову не приходили. И самое интересное, я в 2000 году путешествовал по Германии, и ко мне приехал навстречу, я там читал лекции, один немец, он, оказывается, тренировал футбольную команду, и приехал, чтобы выразить благодарность, говорит, стали питаться, как у вас там в книгах, и мы выиграли там... Самая лучшая похвала. Свой чемпионат. Ну что, попробуем это. Здоровья. Из-за успеха. Несколько не совсем он перемешался, но, тем не менее, имбирек. Сильбирек вкус. Да, да, вкус заметно изменился, да, чувствуется разница. Ммм. Дело в том, что, знаете, еще скажу одну особенность, вот плотные, маленькие, типа, имбиря, они все-таки не размешиваются, вот ножи их не берут, поэтому их просто здесь надо ножом хорошенько измельчить, и тогда она так просто-напросто их равномерно по всему объему распределит. Ммм. Ну, я скажу, что так, мне кажется, даже вкуснее получилось. Получился с имбирем удивительный продукт. Что вы скажете? Очень вкусно. Я вообще люблю имбирь. Я люблю чай с имбирем, со свежим. Поэтому и к этому коктейлю он очень идет. Чувствуется больше, что называется, вкусноты, да, то есть мне на вкус нравится больше, и плюс за счет того, что вы добавили творога, чувствуется, во-первых, некое такое насыщение, насыщение, ну и психологически я, как бы, как профессиональный спортсмен понимаю, что я больше получаю белка в этом коктейле. Можно было бы еще добавить и прорушивую пшеницу, еще бы получился такой более живительный еще продукт. Ну что, все мы съели наши, значит, коктейльчики. Теперь остается идти в спортзал заниматься, чтобы у вас была польза от всего. Доброго здоровья, до новых встреч. Доброго здоровья. Доброго здоровья. 20 ноября. День иконы Божьей Матери. Взыграние. Сегодня почитается иконе Божьей Матери с младенцем Взыграние. Это необычная икона. На ней младенец Иисус изображается в движении. Взыграние считается женской иконой и представляет собой копию аналогичного византийского образца. Ее считают чудотворной. К ней принято обращаться женщинам, которые долго не могут родить ребенка. Желательно приходить к образу и парой, чтобы молиться вместе с супругом о даровании ребенка. Этот день в народе называли днем Федора Ледостава. Начинался промысел рыбы. В этот день народ ходил в церковь и заказывал молебен под названием Взыграние. Особенно это делали женщины, которые должны в скором времени родить ребенка. Если так сделать, то младенец будет здоровым и вырастет крепким. Также в этот день матерям выказывали особый почет и уважение. Им дарили подарки, угощали вкусной едой. Сегодня крестьянки начинали прясть. А перед началом работы обязательно молились святому Федору, чтобы он им помогал. Ведь Федора считали покровителем женского рукоделия. Приметы. Если сегодня обильные снегопады, весной будет сильное половодие. Беременным женщинам в этот день стоило быть особенно доброжелательными и кроткими. Проводить время в молитве и размышлениях о своем здоровье. Тогда ребенок будет здоровым и спокойным. Все, о чем в этот день думает беременная, переносится на ребенка. Поэтому будьте в позитиве. Сегодня нельзя перекусывать на ходу беременной женщины. Ребенок будет беспокойным. Сегодня можно только ткать и прясть. Если беременная женщина сегодня много спит и мало трудится, то ребенку передадутся эти качества. Будет ленивым. Что на этот раз, Геннадий Петрович? На этот раз как раз мы приготовим поистине целебное блюдо с омолаженными свойствами широкого спектра действий как для детей, так и для взрослых и особенно для пожилых людей. Вот смотрите, можно съесть морковку? Ну, конечно, ее можно съесть, но как-то она не особо. Ну, для меня, например, как это вот то, что я сейчас вижу, не очень сочетаемо. Ряженка, потом творог, зерна, морковка. Как это все сочетается? Заединить до мертвых. Ну, тем не менее, тем не менее, вот это все отлично сочетается. И то, что нельзя там вот грызть цвет от сельдерей, как-то он невкусен будет. Отрезает лишнее. Он у нас будет весьма и весьма вкусен. Отрежем все лишнее, ненужное. Вот, один сельдерей раз. Так, чистенький. Вот так вот чистенький. Да. Он как раз укрепляет половую силу. Удивительное растение. Ну, мы возьмем примерно столько сельдерей в серединочку. Остальное нам не надо. Так, мы это поклоним сюда. Есть. Так. Теперь петрушечка. Петрушка. Зелень нужна. Прекрасно выводит лишнюю воду из организма, если хотите, чтобы не было отеков. Ну, вообще, чтобы почки хорошо работали. Кстати, но беременным нельзя. Возможно, срыв. Это даже, по-моему, по-моему, не столько петрушка такая, да? Вы думаете, кинза? Да, может и кинза быть. Похоже, петрушка. Хорошо. Берем, видите, столько. Съедите столько. Съедите столько лучше. Съедите. Ага. Не съедите так просто, да? Теперь смотрите. Проросшее зерно. Да. Проросшее зерно. Проросшее зерно. Что мы с вами делаем? Что берем? Берем две горточки зерна. Проросшее. А вы сами проращиваете? Я его проращиваю сам. Я научился его проращивать сам. Больших, так сказать, промышленных объемах. И это делаю легко и просто. А как это делается? Морковка. Ну, мы ее много брать не будем. Мы возьмем столько морковочки. Вот. Опа. Что теперь? Что теперь? Ну, неужели сырой картофель? Сырой картофель. Сырой картофель также содержит полезные вещества, которые необходимы. Кстати, а что превращается здесь при прорастании? Вы знаете? Ну, расскажите. Оказывается, крахмал, который находится в зерне, во время прорастания превращается в салатовый сахар. И там нету крахмала. Это уже растение. А в картофеле же есть крахмал? В картофеле есть крахмал, но он не вареный, он гораздо лучше будет усваиваться. Итак, мы с вами. Опа, опа, набросали. Теперь берем петрушечки сюда. Да, вот как учительства Геннадия Петровича это делает. Да-да-да-да, по-простому. С силой, да, и руками. Теперь мы с вами берем... Нет, там есть вот этот, вот этот, вот этот, она в верхней слое. Николай как раз балагает. Ну, я как раз делал. Вот, все. Теперь, смотрите, если мы делаем на семью, да можно вот так, все на семью. Раз, и все. Вот что мы будем возиться. Смотрите, а? Попробуем переволоть, не перемириться. Для этого мы должны с вами... Да, и по отдельности попробуй это съесть, наверное, не очень вкусно. Не получится. Ну, тем не менее, а мы с вами... Вот, заливаем. Не рванет эта смесь? Потом не рванет. Так, и теперь для вкуса. Ой-ой-ой, еще не все. Для вкуса. Так, немножечко меда. Мы потом лучше его сделаем больше. Пля-ка. Такой вот жидкий мед, да? Да. Все это дело закрываем. Включаем. И сначала на маленьких оборотах. Миксер мощный. Поэтому все мед. И все продукты, которые здесь есть, они смешиваются. И из всех этих облаживаются один. Один. Плюс проросшее зерно. Проросшее зерно, оно именно дает жизненную левию. Вареная пища этого не дает. Это только растение. А прорастающее растение его дает намного больше. Витамин Е. Ой, чтоб не было там морщины и прочего там этого. Для потенции. Витамин А. Витаминов группы Б здесь огромное количество. Это такого количества нигде нету. Витаминов группы Б. И поэтому сейчас получится у нас. И, кстати, зеленый цвет успокаивает. И если имеет помидор организма воспаление, он его снимает. Самое интересное. Когда воспаление есть, злотя, красный цвет. Я смотрю, уже чувствую оздоровительный эффект. Во-во-во-во. На картинку здесь надо будет. А скажите, как часто это надо пить есть? А вот это как раз целебные завтраки или ужины. Я так стаканчик выпил. Стаканчики. И этого хватит в качестве завтрака. Наливаем. Да. Сейчас. Прямо вот он может заменить завтрак, да, это блюдо? Это, это на всю семью мы просто сделали слишком много. А, ничего-ничего. Ну вот. Я после тренировки приду еще на ночь. Во-во-во-во-во. Кстати, я кладу, ставлю это все в холодильничек. И потом все это попиваю. Но не спеша сейчас. 21 ноября. День Михаила. Сегодня отмечают собор, архистратига Михаила и прочих небесных бесплотных сил. В далекое время люди поклонялись и приносили жертвы ангелам, к одели в Аллааму, солнцу и луне и созвездиям и всему воинству небесному. Решено было упорядочить празднование собора святых ангелов. Установлено совершать его в месяце ноябре, 9 от марта, первого месяца от сотворения мира. Для обозначения числа чинов ангельских, каковых чинов, считается 9. В народе этот день называли «михайловскими оттепелями». Погода устанавливалась достаточно теплая, отчего снег со льдом немного таял. Дороги в этот день обычно оттаивали. Этот день получил другое название «михайловские грязи». Однако после дня Михаила морозы усиливались. Скотину с этого дня переводили на зимний корм. Сельскохозяйственный сезон заканчивался, и крестьяне отмечали его гуляниями в течение всей недели. Поэтому день Михаила был наделен праздничной и теплой атмосферой. Было приятно угощаться домашним пивом, медом, пирогами и свежей муки с жареным мясом. Бывало так, что празднование затягивалось вплоть до филипповского, то есть рождественского поста. Приметы. Если сегодня утром и не зима будет снежной. Утренний туман к оттепели. Ранний рассвет сегодня и ясный день к стужи в ближайшее время. Если мало шишек на хвойных деревьях к теплой зиме. Сегодня идет мокрый снег, дождливая весня. Если сегодня приснился хороший сон, не следует никому его рассказывать, иначе он не сбудется. Если поставить мисочку каши домовому, то он будет добрым. А если угостить пивом, то домовой всегда придет на помощь. В народе считали, какой Михаил, такой и Никола Зимний. То есть 14 декабря. Действительно необычный вкус. Меда чуть больше. Меда. Будет послаще, да? Да. Но я думаю, взрослому не надо. Я чувствую сельдерей. Мед не чувствую. Ну и все, пожалуй, все остальное смешалось. И очень легко и просто пьется. Да, так назовем так. Такой здоровый спортивный коктейль. Так и будем называть. Из простых компонентов. Было бы желание, только делайте. Ну все, я этих молодых боксеров сегодня разгоню по углам ринга. И боксеров, и если это все пить регулярно, посмотрите, насколько возрастет здоровье. Опять-таки, клетчатка есть? Есть. Витамины есть. Причем все по витаминам группы В. Ну скажи, каждый день можно делать, да? Я лично делал одно время. Каждый день. Потом просто заленился. Значит, клетчатка, витамины, медок, полноценный белок. Все есть. Ногти будут расти, волосы будут расти. Кожа будет великолепная. Особенно женщина может. Про волосы очень смешно, да. Ну да, про волосы очень смешно, конечно, но тем не менее, они растут. Знаете, они вроде бы тут нету, а зато вот здесь летут. Лучше, да. Да. И ногти великолепны. Так что вот это вот можно использовать регулярно. Одно из лучших блюд для поддержания здоровья, доволития, молодости на высочайшем уровне. И, кстати, мы с тобой говорили о выносливости. Я как-то был в Германии. И ко мне приехал немецкий тренер по футболу с переводчиком. Они меня поблагодарили за то, что воспользовались моими книгами, прочитали, очистили организм, стали питаться футболисты сборной команды. И за счет только выносливости и быстроты, которая дает им питание, очищение, они стали переигрывать своих соперников. И приехал поблагодарить. Вот такой вид. Я думал, что они еще поблагодарят. Ну, только благодарность. Все, я дружу со сборной России по боксу. Я скажу, чтобы они к вам обратились. Потому что на самом деле там, знаете, какая проблема? Там же сгонка веса в боксе. Сгонка веса надо держать в своей капецовой категории. Поэтому к питанию вообще требования совершенно особые. И как при этом сохранять выносливость и... Выносливость силы, а вот это лишний вес будет... Да, и при этом, да, при этом тренироваться полноценно. Все время жажда. Я сам когда-то был сгонщиком веса, еще в юности. Я знаю, что вообще в боксе самое трудное, это именно сгонка веса. Даже не столько тренировки и сам бой, сколько вот это вот терпение. И когда у тебя пересохший рот, ты не можешь попить воды, потому что у тебя взвешивание с утра. И все, и когда... А потом напил со литра два и ходишь как... Да, и опух, да, и все, и дышать не можешь. Это очень важные такие тонкие вещи. Поэтому я думаю, что вам хорошо бы помогать, помогать даже спортсменам. Запросто. Сюда можно добавлять сырые яйца, желтоков, перепелины или еще одно яичко. Но и все сырое, да, здесь в этом кашлях? Да, сырое. Сырое, все сразу сводится, нету тяжести в животе. Потому что все валеное, инертное, его надо растащить. И растаскивать наши собственные ферменты. Слушайте, вот я... А здесь ферменты есть, они... Спортзал, и там есть такие, они молочные коктейли делают, молочные коктейли с протеином. И я думаю, что вот это как раз в сто раз лучше, мощнее и полезнее. И мышцы будут гораздо крепче, да, чем вот эти протеиновые коктейли. И здоровее. И здоровее, самое главное. Ну я вижу, тебе понравилась эта очередная штука. Ты как-то сначала недоверчиво относился ко всему этому, что я тут ел, а потом оказалось... По вкусу, Геннадий Петрович, сейчас я это переливу в емкость... Проросшие, проросшие зерна, никто не съест так. А мы его можем тут огромное полить. Геннадий Петрович, я могу только вам поаплодировать. Очень много полезного на самом деле для себя, просто открытия какие-то сделал. Спасибо вам большое. И вам спасибо за то, что приняли, позволили это все дело показать, рассказать. Я думаю, теперь с успехом все это будет применяться. Мы так применяем и еще поможем. Да, я в своем случае что-то точно для себя возьму, что-то усвою. Да, вот это меня, как говорится, добило уже окончательно. Но это еще не все еще. И плюс мне снизит ваша форма. Релец 22 ноября-21 декабря. В этот период проявите заботу о бедрах в венозной системе кровообращения. 22 ноября, День Матроны, назван в честь преподобной Матроны Царьградской. В юности она вышла замуж по велению семьи. Часто посещала храм, где проводила много времени в молитве и общении с благочестивыми людьми. Стала подражать им. Смиряла плоть постом и воздержанием. Приняла решение отправиться в мужской монастырь, чтобы супруг не смог найти ее. Переделась в мужское платье, остригла волосы и отправилась в мужской монастырь, представившись Евнухом Вавилой. Народи говорили, что с этого дня зима вступает в свои права. Также была распространена вера в то, что Матрона ставит зиму на ноги на небесах и для этого призывает помощники холодные ветры. По этой причине сегодня частенько наблюдалась ветреная погода. В этот день следует делать подаяние бедным и нищим, одаривая их ненужной одеждой и предметами обихода. Для этого хозяйки проверяли сундуки и лишние вещи раздавали. Сегодня пересматривали теплую одежду, чтобы понять, стоит ли ее носить зимой. Именно поэтому Матронин день подходил для того, чтобы расстаться со старыми вещами. В народе старая вещь считалась такая, которая не использовалась более трех лет. Сегодня заговаривали траву дербенника, иван-чая, плакон ивы и некоторые другие, чтобы в ней появилась чудодейственная сила. С помощью этой силы можно было обращаться к силам природы и искать клады. Приметы. Если утром ини виден, год будет урожайным для овса. Сегодня дождь пошел к урожаю пшеницы. Ини покрыл деревья к сильным морозам. Туман к оттепели в ближайшие дни. Утки до сих пор в водоемах плавают и не улетают. Тепло сохранится еще долгое время. Гуси вышли на лед к потеплению. Погода на Матроны говорит о погоде в мае. Не стоит сегодня отдавать кому-либо старую, но не постиранную вещь. Вместе с ней можно свою долю, то есть счастье, в чужие руки отдать. Поэтому надо обязательно постирать вещь, чтобы на ней ничего не осталось вашего. Если сон приснится на Матрону, то он сбудется на следующий день к полдню. Послушайте, как уж он красивый. Давайте мы название дадим. Что-то вот сейчас придумается. Придумается. Пока Танюша придумывает название этому блюду, я решил сделать следующее блюдо целебное, которое бы, с помощью которого мы могли бы съесть эту ботву. Съесть эту ботву, как говорится, я не козел, что я буду там жевать капусту, не могу. Но я сейчас постараюсь сделать такое блюдо, чтобы вот это все мы с вами съели. Итак, свеклу мы оставляем. Свеклу все знают, как есть. А это берем. Итак, у нас получается ботва. Смотрите, сколько у нас еще зелени осталось от приготовления салата, который мы с вами выбрасываем. Просто-напросто выбрасываем. Ничего подобного. Даже вот эти вот толстые стебельки можно использовать, потому что в них, чем он грубее, тем больше минеральных веществ. Смотрите. Используем. Так, это все мы также с вами используем. Пока. Так, может быть, по капусту туда нужно? Капусту можно и капусту эту взять. Можно, значит, у нас укропчик обязательно взять. Смотрите, что это у нас такое? Зелень. Креп-салат азербайджанский. Забираем. Мы забираем и вот это вот что-то. Ой, это нерадко. Стрелили-стрелили мяты, но мяты много нам не надо. А базилик берем? Базилик можно взять. К сожалению, мяты много слишком не надо. Хорошо. Ну, возьмем, потому что она может все нам перебить. Так, это мы с вами взяли. А вот огурчик один остался. Ну, возьмем огурчик. Смотрите, какая красота. Я-то догадываюсь, что дальше будет. Теперь смотрите, у нас еще есть дяблочки. У нас остался еще перчик зелененький. И даже морковка. Есть. И мы с вами сделаем особый микс. Овощной. Который будет очень и очень полезен для нашего организма. Главное это все съесть. И для того, чтобы все это съесть, мы с вами, конечно, воспользуемся нашим чудо-блендером. Он должен все это измельчить и смешать в однородную массу. В качестве основы, в которой мы все это будем использовать, я думаю взять... Кисломолочку. Кисломолочку. Можно, да. Можно ряженку. Можно кефир. Можно ряженку. Можно кефир. Так, все это мы измельчаем. Да, вот это будет очень вкусно. Ну, посмотрим. Главное же, что все будет сыроедческое, все будет сырое, без термической обработки. Посмотрите, яблочко железо пошло, сколько зелени, сколько листовой этой радости, сколько ботулы, структурированной воды. Но эту радость еще надо съесть, поэтому это не такое простое дело. Итак, мы с вами начинаем все это готовить, колдовать. Дело это крайне непростое. Здесь очень важно еще все это перемолоть. Опа! Еще есть йогурши. Хорошо, хорошо, возьмем. Потому что если слишком много мы сейчас все это сюда в блендер положим, он просто-напросто не сможет все это провертеть. И мотор. Провертел. Хорошо. Теперь потихонечку мы будем добавлять морковочку. Морковочку. Можно прямо вот сюда? Добавили морковочку. Провертили. Теперь мы с вами добавляем сюда ботву. Добавили. Итак. Ботву свеклы. Болгарский перец. Укропчик. Укропчик. Огурчик. Не выбрасывать же. Капусточка. Морковочка. Самое главное, говорят, в празднике, это ожидание праздника. Это также. Кинза. Продолжение следует. Продолжение следует. есть мед и даже добавим немножечко масла виноградных косточек одну столовую ложечку, не больше, ну сначала надо попробовать, очень важно сперва попробовать, что у нас получилось, значит там мед есть, кефир есть, это проросшее зерно есть, дальше ботва свеклы, дальше огурец, дальше морковь, дальше болгарский перец и знаешь, ботву свеклы, ты тут и не почувствуешь, вот надо было немножечко меньше резиденции, базилика взять, базилик, петрушка, укроп, 12 ингредиентов минимум, вот это что у нас осталось, мы можем хранить в холодильнике, не более суток, но слушаем Таню, женщины не всегда такие привередливые и их мнение очень много значит, густовато, 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 но вкусно, выливаем все назад, как это, куда это, подождите, и добавляем сейчас еще кефирчика и все это перемешиваем, давайте йогурт добавим, добавляем еще йогурта, чтобы у нас все это, могу и ряженки выдать, выдать, сейчас я думаю, давай еще ряженки, по сладости не надо больше ничего, а эти меня не смущают, вкусы этих базиликов, многовато, да? я просто не привык к базилику, итак, мы с вами добавили еще сюда йогурта, чтобы сделать ряженку, в общем, любая кисломолочка, которая оказалась в холодильнике, пожиже сделать, потому что капуста, она же дала, наверное, мякоть, правильно? Потом зерно дало мякоть, конечно. Опа! О, теперь то, что надо. Опа! Дмитрий Петрович, вам надо патентовать это. Я не знаю, как вы будете это продавать, да, но вам это надо как-то патентовать. Есть салфетки. Салфеточки. Танюша первая пробует. Хорошо. Да. Теперь получилось то, что надо. Итак, здесь Таня считала 12 компонентов. Более того, несъедобная, с общей принятой точки зрения, ботва свеклы и идет за милую душу, и все свои полезные свойства, которые в ней имеются, все это встраивается в наш родизм. Я расчувствовалась, меня переполняют эмоции. 23 ноября, день Ераста. Он принадлежал к рику 70 апостолов Христовых. Ераст был учеником святого Павла. До того, как поверить в Бога, Ераст занимал должность городского эконома. Павел обратил Ераста в веру. Позже Ераст с Павлом начинают проповедовать христианство. Вместе они приехали в Иерусалим, где Ераст, оставивший государственную службу, стал жить в местной церкви. Считается, что он был епископом в Палестине и дожил до глубокой старости. В этот день была распространена традиция отправляться утром в церковь и приносить с собой хлеб с солью для освящения. Этим хлебом кормили домашнюю скотину, чтобы она была здоровее и легче пережила зиму. К этому дню на реках уже устанавливался лед, но он был еще не крепким. Охотники отправляются на промысл, а рыбакам еще приходилось ждать более устойчивой морозной погоды, чтобы ловиться льда. Сегодня без особой нужды из дома не выходили, топили печь и собирались всей семьей за каким-нибудь домашним делом. Приметы. Если сегодня ветер дует, жди метели и похолодания. Если сильная ненастья в этот день случилась, рекомендовалось выйти на крыльцо и поклониться зиме, чтобы она перестала злиться. Сегодня не рекомендовалось отправляться в дальний путь. Вечером и не выпал, скоро будет обильный снегопад. Много снега выпало сегодня, зима будет теплой. Туман по земле стелится, а жидай оттепели. Если после мороза появится на деревьях иней, это к большому снегопаду. Если нищий в этот день помолится, попросит помощи, то Бог ему поможет. Возьмите на заметку. И если угостить человека, с которым находимся в ссоре, освещенным хлебом, то вскоре помиритесь. Сегодня мы у Николая Лукинского любезно. Я напросился к нему в гости. Я давно уже ждал вас, Геннадий Петрович, и давно мы уже планировали встретиться. И я очень рад, что вы приехали на самом деле. И заметили, все, кто мне звонят, я первым делом говорю, у меня в гостях Геннадий Петрович Малахов. Спасибо, спасибо. Мне очень приятно. Коля, ты как спортсмен, победитель, король ринга, тебе, конечно, интересно будет узнать о целебных свойствах продуктов, для того, чтобы еще быть сильнее, еще быть моложе, и еще радовать нас своим юмором и также соперником кулаком. И просто мне очень нравится самочувствие, которое я имею благодаря занятиям спортом. Поэтому все, что связано со здоровым образом жизни, мне, конечно, очень интересно, близко, и хотелось бы знать побольше и научиться. Прекрасные, прекрасные порывы, прекрасные мысли у тебя. Дело в том, что действительно здоровье – это та платформа, которая обеспечивает успех в жизни, семейная, самореализация, творчество. И все, 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 все. Если не будет здоровья, толку не будет. И вот начнем с чаев. Многие пьют различные чаи, а здоровье начинается с воды. У нас примерно 80% воды. И насколько она будет здоровая? Вот я не знаю, тут у меня стоят, большая коробка чая стоит. Давай, давай. И просто, я откровенно скажу, не разбираюсь. Вот это мне подарили такие вот чаи, они просто вот разумные. Ну, очень хвалили, очень, значит, рекомендовали. А дикая вишня, дикая вишня, еще какой-то чай. Это какой-то, ух, молотый ух. Энергия написана. А, энергия, а, это травяные чаи. Энергия, травяные чаи. Восстановление, это очень хорошо. Липа, да. На самом деле это полезно, да, и сила. Липа и сила. Вижу, вижу. А вообще коробка просто вот с черным чаем, который тоже мне подарили, кстати говоря, на Алтае. Ну, я вам скажу откровенно. Вот мне что вот эти вот чаи, что вот эти. Я их пью все без особого как бы различия и без особого смысла. То есть, просто, вот меня когда спрашивают, черный чай или зеленый? Я все-таки черный, потому что я зеленый чай просто не понимаю его вкусу. То есть, как бы для меня питье чая, это с детства, я знаю, что надо пить чай. А все? Да. А какая польза вред от или вред от него, я, откровенно говоря, не знаю. Это прекрасно. Дело в том, что все чаи черные, зеленые, они обладают вяжущим, дубящим вкусом. И когда человек пьет их постоянно, что происходит? Происходит, что наши сосудики, по которым течет, естественно, водичка с чая, они начинают приобретать жесткость. И если это повторяется в течение десятков лет, естественно, ну, у всех, естественно, становятся черствыми и ничего удивительного нет тому, что... В смысле, жесткие становятся сосуды, да? Да, жестковаты. Именно от черного и зеленого чая, которые обладают вяжущим вкусом. Сильным, вяжущим, терким вкусом. Получается, что сосуды перестают реагировать на эмоциональные какие-то потрясения, они перестают реагировать на погоду, то есть не расширяются, не сужаются. И когда человек заолновался, давление поднимается, сосуды должны расшириться, они не расширяются. И происходит что? Человек чувствует, ему больно, в висках кровь тучит. И иногда они и лопаются, и получается инсульт, и фарш. То есть это вредно, да? Вот это такое состояние засудов, оно вредно, да? Поэтому, если... Задубевшее, конечно. Поэтому важно их сделать мягкими, эластичными. Оказывается, такой микроэлемент кремний, который находится в некоторых растениях, он как раз... Не в чем-то это выбросить? Не-не-не, ни в коем случае это не выбрасывать. Нет, это свои специфические чаи. Вот. А я предложу чай из Иван-чая. Извините за коломбон, чай из Иван-чая. Это кипри. Очень удивительно. Да, да, такое имя чай здесь? Индивидуальная мера как раз. Да, да, да. Опа! И, кстати, вот я здесь заварю, но лучше всего заварю. Это... Под крышечкой. Под крышечкой и посуде глиняной. Глина еще дает дополнительные свойства. Заливаем. 24 ноября, день Федора. Почтует память Феодора, то есть Федора Студита, византийского монаха. Родился в семье чиновника, получил хорошее образование. Стал искусным оратором, с которым никто не сравнился. Затем Федор стал игуменом. Был известен своим аскетическим образом жизни. Активно занимался проповедованием христианской веры. Обличал пороки правителей и защищал святыни от иконоборцев. Обосновался в Студийском монастыре, для которого разработал строгий устав. В народе этот день называли днем Федора Студита и Екатерины Санеца. Мол, Федор начинает землю студить, становится холодно, а потому в народе этот день называют Студитом. И день, как правило, выдавался снежным и холодным. Раз снег лежал плотным слоем, открывали санный путь. Поэтому второе название этого дня известно как Санеца. Тем более, что крестьяне сегодня собирались на ярмарки, чтобы продать свой товар. Сегодня катались на санях и устраивали гуляние. Девушки по вечерам продолжали гадать на суженого. Приметы. Если сегодня идет мокрый снег или стоит ясная погода, то до 4 декабря еще будут оттепели. Если на Федора день особенно холодный, то зима будет лютой. Если неожиданно тепло, это один из основных признаков того, что зима будет мягкая и теплая. Много звезд на небе, будет много грибов и ягод. А чтобы эта примета сбылась, заваривали и пилить чай сушеными ягодами. Если сегодня приготовить и съесть горячие щи, то зима будет мягкой и теплой. Сегодня не стоит играть в свадьбу или устраивать сватовство. Брак будет неудачным. Сегодня обязательно следует выбросить посуду с трещинами и сколами, чтобы избежать бедности. Итак, мы начинаем оздоровление с воды. Будет у нас вода здоровая, будет она нести нужную мягкость и наши сосудики будут оставаться эластичными. А здоровье сосуда говорит о том, что мы будем жить долго в водополе. А почему тогда чай, если вода играет роль? Нет, ну вода естественно. Вода лучше, конечно, бывает. Если в воду мы наливаем не стеклянную, а в ленинную посуду, то она еще приобретает дополнительные свойства. Она становится более целебной, нежели та, которая в керамике или просто в стекле. Уже хорошо? Плюс теперь мы, в зависимости от того, какой чай, а чай мы поговорили, что они терпим вкусов. Сейчас попробуем вот этот вкус чая. А чай, это уже другая история, это уже не те традиционные чаи, да? Да, а оказывается, на самом деле, это традиционно русские чаи, которые использовались до того времени, как черный и зеленый чай с Китая и с Индией поступил к нам. Мы пили этот чай. Так вот, удивительное растение кипри, оно удивительно тем, что оно растет первое на пустошах после пожара. Это такое растение, обладающее, значит, особыми свойствами. Особым смыслом даже, да? Особым смыслом, да. Вот это особое свойство, смысл, естественно, будут наши сосудики делать. Очищает природу и очищает организм. Можно сказать, не столько очищает, как они, это растение является мощным жизнедателем, потому что оно первое. Не одно на гаре не растет, на пожаре, а это растет. То есть, вот эти свойства, оно вольно-невольно передает нашему организму. Николай, знаешь? Ложечки дать, что ли? Ну, давай ложечку. Кстати, вот теперь о ложечках мы поговорим. Очень интересно. Что за ложечки? Ложечки у меня локок. А, ложечки локок. Хорошо. Ложечку припомнили? Этой ложке удобно доставать варенье из глубокой банки. Я специально покупаю такие ложки. Сейчас мы перейдем к ложечкам. Заваренный чай тогда считается заваренным, когда вот эти все чаинки опустились на дно. Как только они опустились, все, процесс заварки окончен. Так вот, как раз этот Иван-чай будет нам давать силу делать наши сосудики мягенькими. И самое интересное, он еще обладает хорошим вкусом. Оказывается, еще королева английская до того, как вот эти чаи пошли из Индии, она у нас покупала и копрский чай возили туда. Ну, потом для того, чтобы все это нарушить, подмешали партию и всю эту торговлю поломали. Но, тем не менее, традиционно наш чай. Теперь, вот мы поговорили о воде. Мы поговорили о шиповнике. Шиповник, шиповник, отличная вещь, шиповник. Шиповник, хорошо, пускай. Это полезнее, чем черный, да? Мы поговорим. Я считаю, что полезнее. Почему? Интересно. Полезен тем, что, в первую очередь, он содержит больше биологически активных веществ. Значит, вот эта вот сама окраска, такая красненькая, она придает организму силы. И вот эти пигменты красящие, они способны тому, что начинают растворять камушки, почки, печени. Ну, а на сосуды-то не дубят они, нет? И особо они не дубят, потому что шиповник обладает каким вкусом? Ну, сладким. Нет, если туда добавят сахара, если туда добавят меда. А так он обладает изобилие витамина С кислым вкусом. А, точно, точно, да. А кислый вкус что делает? Кстати, теперь мы поговорим, какие вкусы... Может, и льцо, я знаю, что и кислый вкус. Хорошо. Вот, Николай предложил мне вот такую ложку. Ложка удобная, и варенье хорошо с нее достать. И даже мед. Да, и даже мед. Но, единственная, как бы сказать, загвоздочка в том, что она измержал в стали. Мне нравится вообще ученые тем, что они исследуют и исследуют, и потихонечку выявляют такие особенности. В нашем организме живут микробы. И оказывается, те микробы, которые живут у мужчин в пристательной железе, для того, чтобы они размножались, им нужен никель. Чтобы они с него сделали ферменты, которыми они будут расщеплять клетки пристательной железы. Поэтому, если вы хотите избавиться от простатит, чтобы у вас не было никаких проблем по мужской части, постарайтесь заменить на середро. 25 ноября. День Иоанна. Сегодня почитают Иоанна, милостивого, патриарха Александрийского. В начале он жил обычной мирской жизнью. Потеряв жену и детей, посвятил себя Богу и вел аскетический образ жизни. Известен своей добротой и заботой о бедняках. Став патриархом, Иоанн подсчитал, сколько нищих находится в Александрии. После чего раздал им все свое имущество. Совершил много добрых дел. Выкупал пленных. Давал приют обездоленным. За это получил прозвище «милостивый». Сегодня заканчивались свадебные недели. Следующие свадьбы играли уже в конце зимы. Юноши и девушки, оставшиеся без пары, завидовали своим более удачливым товарищам и подругам. Вокруг жилья становилось больше зимних птиц. Клестов, снегирей, соек, сверестелей, которые быстро осваивались на новом месте. Тяжелее всего переносили зимнюю стужу маленькие дети. Было принято молиться за малых сыновей и дочерей, чтобы Бог к ним был милостивым и дал здоровье. Поэтому родители сегодня вымаливали здоровье детям, одновременно прося у Бога и святых счастья для них. Приметы. Сегодня следует прочесть молитву Иоанну, чтобы дети были здоровы и защищены. Дождь пошел сегодня. Холодов не будет до введения. Это 4 декабря. Если еще не похолодало, весна ранней будет. Измороз утром, заморозки вечером. Облака против ветра плывут, в ближайшее время снег пойдет. Низкие облака сегодня к морозам. Какая погода на Иоанна, таким и начало декабря будет. Если сегодня дождь идет, до февраля будет стоять сырая погода. Если печи зола образуются, это к теплу. Если сегодня снег выпал, пролежит до самой весны, которая будет поздней. Если сегодня сделать доброе дело, оно обязательно зачтется умершим родственникам, облегчит их участь на том свете. На заметку возьмите. Покупки, совершенные сегодня, весьма удачны и прослужат долго. Девушкам не стоит сегодня покупать обувь. Если сегодня накормить мужа орехами, он станет ласковым. На серебро. Ух ты. Серебряные ложки совсем другое дело. Это уже бактерицидные вещи. Они хорошо тут и теплоту отводят. Мой сироток. Это традиционная серебряная посуда, но она скорее для сервантов, чем для стола. Лучше пользоваться, не жалеть. Правильно. Для того, чтобы быть здоровым и по мужской части, и по женской части, используйте серебряные ложечки. Серьезно. Вот. И, кстати, чтобы не быть голословным, Николаю подарим серебряную ложку. О, Геннадий, спасибо. Народчик и вилочку. Спасибо большое. Вот это тебе серебро настоящее. Спасибо. Это пускай будет освещено твое личное серебро, куда бы ты ни поехал теперь, все это с собой привозишь и ешьешь. Гастрольный вариант. Да, гастрольный вариант. Итак, а что же теперь использовать в качестве сахара? Ну, все мы любим сладенькое. Да, да. Все любят сладенькое. Обычно сахар. Вот что делает сахар? Ну, вот мед. Или мед. Да, мед я привожу с Алтая, когда часто езжу на гастроли. И это гречишный, горный, гречишный мед с горного Алтая. Гречишный мед с горного Алтая. Очень вкусный. Очень вкусный. Вкусный, это хорошо, а польза это другое. Оказывается, то, что собрано с травок, оно уже имеет там и микроэлементы. И вообще, мед это удивительное, такой природный, как бы сказать, продукт, который произведен воздухом, растением, почвой, климатом. Все это собирается в растении, в растении, да. Пчелка прилетела, все это собрала. И потом еще переработала, переживала и положила. И оказывается, мед, бактерицидное средство, раз, оно значит всех этих микробов. Желчевонное, два. Ну, в большом количестве, конечно, тоже этого не надо, а то может и сахарный, да, диабет. Гречичный мед содержит еще такие микроэлементы, которые способствуют кроветворению. А о кроветворении мы поговорим особенно отдельно. Так вот, мед прекрасный продукт для того, чтобы использовать чай. Но, чтобы, можешь с медом, можешь как угодно, чтобы мед действовал, он не должен класться в воду свыше 43-45 градусов. Он разложается. Теплый чай. Да, и становится просто-напросто сладкая водица, а полезные свойства исчезают. Поэтому мед, мед, великолепная вещь. Гречичный, отлично, особенно для женщин. Кстати, вот смотрите, у нас есть тут инжировое варенье. Инжировое варенье. Вроде вкусная вещь, но так как там содержится сахар, оказывается, сахар способствует тому, что он сушит организм. Сам по себе сахар, да? Сам по себе сахар, да. Вот. А для того, что мы... Я скажу, что у нас в семье, как бы, последние годы мы от сахара вообще отказались. У нас, в принципе, я даже не уверен. Вы сказали, что сахар у тебя есть. Я не уверен, что у меня сахар есть. Сахар есть, отлично, отлично. И также и соль, такая же история, очень-очень мало. Хорошо, хорошо. То есть сахар вреден, в принципе. Так вот, оказывается, Бог говорит, чем его вред заключается? Опять-таки... Количество. Раз, но тем не менее, так как мы часто его употребляем, он подсушивает наш организм. И он, как мы с тобой лысые, нету прически, нету никаких украшений. То есть нету никаких микроэлементов, которые должны идти в его связки. Вот другое дело, инжир сухой. Он содержит сахара. А, интересно, это такое же, как варенье, только сухой. Да. Плюс здесь содержится клетчатка. 26 ноября, день Иоанна Златоуста. Святой Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, его почитает как одного из трех вселенских святителей и учителей. Это Григорий Богослов и Василий Великий. Он получил хорошее образование, рано стал изучать священное писание, принял христианство, был отшельником в пустыне, где проводил время в молитве и размышлениях. Несколько лет Иоанн писал богословские книги, наиболее известные книга о девстве и книга о провидении, а также другие. В народе этот день еще называли Юрьев день. Сегодня все останавливается в росте, природа замирает, наступает зима. Как правило, в этот день всегда холодно и ветвенно. С этого дня зима устанавливает свои порядки, поэтому надо было завершить все работы в полях и на огородах, чтобы земля отдыхала до весны. А постройки укрепить против ветра. В стародавние времена холопы, холопы это подневольный рабочий люд, именно в этот Юрьев день могли официально перейти от одного хозяина к другому. Это правило существовало до тех пор, пока его не отменил Иван Грозный. Сегодня лепили пельмени. Считали, чем больше налепишь и съешь, тем более удачливым будет следующий год. Это время даже называли пельменной порой. Фарш делали не только из мяса, но и грибов, рыбы. Вся семья садилась за лепку пельменей. Их лепили много, на несколько обедов. Хранили пельмени во дворе, поскольку погода в это время была морозной. Утром обязательно отправлялись в церковь и молились Иоанну Златоусту. Народ верил в божество мороз. Представляли его в виде старика высокого роста с длинной бородой. Все, до чего дотрагивается мороз, моментально замерзало, превращалось в лед. Приметы. Если сегодня дождь идет и в предыдущие дни шел, это к богатому рожаю. Если сегодня порывистый ветер, который затихает только к вечеру, это к оттепели. Звезды Млечного Пути ярко блестят к морозам. Если днем началась снежная буря, то ночью будет мороз. Снег падает крупными хлопьями, наступит легкий мороз. Если сегодня отправиться в дорогу, то дело будет удачным. Сегодня можно лечить нарушение речи у детей. Удача посетить сегодня всех, чье имя начинается на букву И. На леске. Открывайте. Находится клетчатка, которая при чайпите у нас. А че к нему за? За здоровье. Разбухает. Все эти волокна тоненькие впитывают в себя различные шлаки, микробы там. И улучшает перистальтику. Обилие пищи без волокон. Особенно чайпитки у нас с различными сушками. Способствует тому, что у нас вообще останавливается кишечник. Особенно толстый. Возникают там гопоры, неприятные ощущения. А тут уже человек, как и отлично, он заболевает. Это вы имеете ввиду там пирожные, десерты, всевозможные, конфеты, тушим из чая пьем. Торп. Все то же самое, да. Все это обезвоживает организм. А вот посмотрите, другой у нас продукт имеется. Николай, попробуй его. А это хурма. Сухая хурма. И смотрите, она высохла, и сахар выступил. Да, покрытый сахар просто. Вот. Но своим внутренним сахаром. Своим внутренним тот, который наш организм усваивает. Плюс здесь опять-таки содержится клетчатка, различные пигменты. Косточки, конечно, мы выбросим. Вот смотрите, какая мякоть. Ну вот она как. Как буквально такие варенья. Десерт, да? Да. Опять-таки съедаем. Вот многие жалуются, что трудности у них с опорожнением кишечника. И недельку поедите, и все у вас славается. Вместо пирожных, друзья, вы должны понимать. Более того. Вместо сахара, пирожных, зефиров, конфет. Хурма содержит такие сахара, которые питают сердце. И, сразу же спортсменам совет. Если вы хотите иметь здоровое сердце, пейте чай. Травяной, лучше всего с полевого хвоща, с иван-чая, с киприя. Кстати, можно действительно еще доливать и пить. Его можно раза два смело заварять. И ешьте хурму. Сердце у вас будет здоровое, сосуды чистые. Пейшечник работает великолепно. А вы скажите, как по цене получается? Покупать супа-фрукты вот такие или конфеты, торт. В принципе, оно то же самое, да? Я думаю, что то же самое. Я вот когда зашел, там купил. И я в основном действую так. Чашечка такая, как у тебя чая. И одну плод хормы я съедаю. Все сладко и хорошо. И великолепно чувствую. А понимаете, если сладкого слишком много, я уже сказал. Это дорога к сахарному диабету. Почему так широко у нас распространен? Но у нас постоянно мы сами себя пичкаем сладкими продуктами. Вот она природная сладость. Я уже знал, что вы придете в гости. Я уже купил пастила, конфеты, пряники. В общем, ну как бы... Пастила, конфеты, пряники. Вот все, что было перечислено. Можно так сказать. Да, вкусно, хорошо. Но... А полезное? Надо было другое дело зайти, да. И таким образом получается, чаи, которые мы с вами пьем, они позволяют нам не просто получать какие-то вкусные, приятные вещи, но и полезные благодаря вот этому... Ну это самое главное, конечно. ...травяным чаям мы с вами ведем прекрасную профилактику от простудных заболеваний, от заболеваний ротовой полости, от желудочеря и кишечных заболеваний, чтобы у нас не было никаких там запоров. Продляем жизнь и даже внешне выглянем намного лучше. Вот что делает чаи. Так, кстати, я хотел вам сделать комплимент, Геннадий Шуевич. Вы в последнее время, ну это я скажу так, не скажу похудели, а заметно постройнели. 27 ноября, день Филиппа. Филипп относится к числу 12 апостолов. Происходил из одного рода с Петром и Андреем. Был призван в ученики вместе с ними. Он был женат и воспитывал дочерей. Проповедуя христианство, прославился большим количеством чудес. Однажды он воскресил умершего младенца, которого к нему принесла безутешная мать. Как-то раз на него напали язычники, хотели побить его камнями. Филипп воскресил покойника, которого проносили в это время на носилках. Сегодня начинается рождественский или Филиппов пост. В народе этот день называли Филиппово заговение. Заговение это последний день, когда можно есть обычную пищу, а также куделица, то есть доигрывают последние свадьбы. Сегодня выносили еду для домового за пределы жилища. Это делалось для того, чтобы домовой сохранил скотину в течение зимы. Народ верил, что после такого подношения она не будет болеть. Начиналось массовое прядение. Женщины по вечерам собирались вместе. Называлось это бабьи засидки. Пряли пряжу и проводили время за беседами, шутками и прибаутками. Говорили, у ленивой пряхи нет рубахи. Наказывалась лень и отказ от работы. Сегодня многие девушки гадали, оставляли кусок говядины от ужина и клали его под подушку, приглашая с ужиного заговеться. Верили, что после этого во сне увидят жениха. В некоторых областях России сегодня проводили обряд изгнания тараканов. Для этого всей семьей вытягивали за нитку таракана, которая была привязана к его ножке. Считалось, что это изгонит тараканов из дома. Приметы. Ини сегодня утром к богатому урожаю овса. Если иния нет, а день в целом вызвался теплым, это к неурожаю. Пошел дождь на Филиппа, можно надеяться на богатый урожай пшеницы. Если сегодня ворона каркает, скоро будет оттепель. Облачность или снегопад предвещает осадки в мае. Если не сыграешь свадьбу до сегодня, то до следующего года семьи не сождаешься. Начнем с чаев. Какие сладости лучше всего использовать вместе с чаем? А вот цена позаботилась. У меня оказалось, да, оказалось, скоро-бря. Обращайтесь. Урага совсем много дела. А, постав. Урага совсем другое дело. Но ее, конечно, много нельзя. Почему? У некоторых просто-напросто одну-две ягодки усваивает организм, а на остальное быстренько бактерии набрасывают так, начинают ее разлагать. То есть, все в меру, да? Все в меру надо все-таки. И возникает, есть ли у вас акупотребление сухофруктов, возникает газообразование в животе, это говорит о том, что вы просто-напросто переели. То, что вы могли, усвоили, да, а то, что не магнит, начинают разлагать бактерии. А вкусно как? Но это не очень важно. Я не знаю, как остановиться. Кстати, прекрасная тема. А как остановиться? Дело в том, что в сахаре, вот то, что было перетислено, там, сушка, инжир, инжир, конфеты, не заложены природные регуляторы нашего аппетита, чувство насыщения. Нету. Реализм к ним не был приспособлен эволюционно. А здесь же, в природе все задумано так, чтобы одно подходило к другому и было и чувство насыщения и прочее, прочее. Съели, ну, две съедите, ну, попробуйте. И почувствуете, она же в животе разбухает, потому что это надо сделать не торопясь, наверное. Да. Создает объем, а объем именно в желудке говорит о том, что произошло чувство насыщения, вынасытелись. И, кстати, мы когда говорили о шиповнике, прекрасный чай из шиповника, а как его? Вот у меня шиповник. Надо использовать во-во-во-во-во, отличный шиповничек. Ну, сейчас не будем, я так понимаю, что он заваривает отдельно в кипятке или даже, может быть, сначала в воде замочить, кто-то мне говорил. С шиповником поступаем следующим образом. Вот до этого, как раз говорил, кислый вкус, да? Да-да. Кислый вкус, э-э-э-э, морщинца. Но летом мы пьем квас. Квас кислого укиса. Не сладкое, не еще что-то там такое. А именно квас. Оказывается, кислый вкус способствует задержке влаги в организме. И летом мы меньше потеем. А так мы только ш-ш-ш-ш. Это уже кислый. Да, именно кислый. Так вот, возвращаясь к шиповнику, а шиповник-то надо заваливать в стеклянном термосе, ну, в термосе со стеклянной колбой, на ночь. Берем горточку, раз, на горточку примерно два литра кипятка и ночь. За ночь он наставится, потому что, как вы видите... А надо его раздавливать, только мне сказал один знакомый. В воде перед этим замачиваешь. Сейчас, 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 я и перед этим разъясню. Ну, еще, ничего. Смотрите, какой плод оказывается у шиповника. Он сухой. Дело в том, чтобы экстракция произошла такого сухого, действительно, он должен полежать в кипятке, в воде более длительное время. И если его постараться быстро как-то использовать в течение дня, его, конечно, желательно замочить. А потом там раз, и он быстрее. но если мы с вами на ночь заливаем кипятком, за ночь он становится коричневого цвета, и все, что у него было, он отдает. именно сдавайте, что долго горячая вода там. Да, более того, я сразу не могу два литра выпить. Он у меня стоит дня два, и я только качаю, пью. Великолепный напиток. И вот, как раз, теперь мы подошли к следующему интересному моменту. Можно использовать сушку еще. Сушеные яблоки. Дело в том, вот чем еще хороша вот эта вот сушечка, и особенно яблоки, хороша тем, что люди, которые хотят сбросить лишний вес, но не знают, как это сделать, пожалуйста, в прикуску с чаем ешьте яблоки. Можно, конечно, компот, но лучше все-таки в прикуску. Почему? Также сладость, но. 28 ноября, день Гурия. Почитается память трех христианских мучеников Гурия, Самона и Авила. Во время гонений на христиан Гурия и Самона схватили. Стали вынуждать отказаться от веры. Были подвергнуты многочисленным пыткам. Сидели в темнице несколько лет, затем казнили. Диакон Авил пострадал во время правления императора Лицини. Он был арестован и сожжен заживо. Но тело Авива осталось нетронутым. Родственники похоронили Авива в одной гробнице с Амоном и Гурием. В народе сегодня почитали Гурия, Самона и Авива, которые были известны как целители. Им молились для избавления от зубной боли. Гурий почитался и как избавитель от глазных болезней. На Гурия удивляли много внимания лошадям и проводили многочисленные обряды, чтобы сохранить их здоровыми. Сегодня у православных христиан начинается рождественский пост, который длится до 6 января. В это время воздерживались от развлечений, питались разрешенными продуктами, старались не ссориться, не брониться и не вести пустых разговоров. Чаще читали молитвы, обязательно напарились в бане, так как считали, что чистое тело важно для души и духовной жизни. Приметы. Коли снег лежит на Гурияна, то лежать ему до половодья. Много снега сегодня, год будет урожайным. Если сегодня сильный ветер, неспокойная и ветреная погода продлится до Николая. 19 декабря. Пасмурная, но теплая погода обещает дождливый май, особенно, если идет мокрый снег. Мороз сегодня ударил, нечистая сила сгинула. Если сегодня искупаешься в бане, будешь здоровым весь год. Берите на заметку. Женщина, у которой дрочливый супруг, сегодня должна помолиться Гурию. И муж образумится. Но они высохли, и они начинают насасывать воду из организма. Как правило, у полных людей слишком много воды в организме. Но только раз, далее. Здесь также содержится и клетчатка содержится, и пектины содержатся. И здесь содержится обилие калия. Так вот, калий, который здесь есть, и здесь есть. В отличие от сахара, он будет способствовать выведению воды из организма. И улучшает работу сердца. водичка горяченькая? есть горячая. Да. Какую сторону? Надо туда влево. Моем яблочки. А, вы снимаете? Да. Моем яблочки. Так. Яблочки должны быть зимних сахарков, желательно наши. Они как раз сохраняют больше... А все равно красные или зеленые? Лучше всего использовать зеленые и на вкус, чтобы они были для сока кисло-сладкие. Если они будут кисло-сладкие, сахарки получаются великолепные. И сейчас мы как раз добавим такого продукта, как эту саму тыкву, и получится очень интересный сок. Здесь очень важно только соблюдать пропорцию. Чтобы тыквы была примерно одна треть, а яблочного сока две трети, точно так же можно использовать и морковку, давить, и получится хороший сок. Кстати, этот сок очень полезен детям, растущим организмам. Почему? Потому что он обладает кроветворением. И если туда еще добавить цикоклу, он будет уже обладать выраженными противоонкологическими свойствами. Знаешь, почему? 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 Онкология стремится к петостазу в кости. Как только они пошли в кости в кости оказывается организм человека, он строится с этого уровня, с костей. В костях, в костном мозге идет процесс кроветворения. И если кровь вырабатывается, то значит организм может полностью обновляться. Как только кроветворения нету, организм начинает чахнуть. А свекла каким образом обладает? А свекла как раз способствует тому, что она особо содержит интересное железо такое активное, которое способствует кроветворению, да? Да, лучше всего. И в сочетании с яблочным соком это вообще бомба. У меня знакомая генерала Немель Ивановна, она за свою жизнь 70 с лишним лет, в течение 50 лет сдавала кровь регулярно в течение двух недель пол-литра крови, сдала больше всего крови, занесена в книгу рекордов Министа, это она сдала более то, что отлитого крови, и я ее сразу спросил, за счет чего она там все это делала? Компенсировать, да? Просто она просто брала свеклу, разрежала ее на мелкие эти, ставила в четверть в холодильник и регулярно в течение дня ела две столовые ложечки свеклы сырой, при этом натирала яблочко, чтобы вкусно было, морковки, капустки, яблочко, майонеза, маслица, и получилась великолепная вещь. Да, да, надо же такой рекорд. Вот тебе рекорд. Так, тыква. Тыква. Тыква, кстати, огромное количество бета-каротина, бета-каротин нужен нашей коже, нашим внутренним органам. Почему он нужен? Потому что здесь содержится витамин, вернее, витамин А, который, который, вот сюда, близечко, если что, там лишнее, из которого вырабатывается витамин А, который нужен для того, чтобы наша кожа, слизистые оболочки, чувствовали себя вели, вернее, были, были, снабжены полностью. И мы, после, набросов, нарезали раз, нарезали два, нарезали три. Ну, это, как бы, считается традиционно для зрения полезно и для роста, да? Вот, это зрение и для роста. Как морковка. Да, ну, вот так ее вроде невкусно. Да, но сейчас мы сделаем так, что ее будет есть вкусно и приятно. Итак, от винта. Потрясающе, а там уже пошел сок, да? То есть, ваши занятия тяжелой атлетикой пригодились? Да, да. Ну, что ж. И, кстати, вы видите вот этот вот жмых? Да, жмых. Мы его выбрасываем. В детстве ели, сейчас выбрасываем. Вот этот жмых можно использовать в качестве маски природной косметики и улучшать лицо, кожу лица на пятки, чтобы пятки не улучшить. Просто намазывать, да? и следующую программу, которую я буду делать, уже специально для женщин, она будет посвящена природной косметике. Вот, мы возьмем какую-нибудь женщину и намажем на нее, на ей, на лицо жмых, Я буду держать руки, а Геннадий Петрович будет намазывать. Я сейчас дам стакан. И, как раз. Наливайте. Сок надо пить сразу же. Видите, как он быстро окисляется. 29 ноября, день Матфея, почитается память апостола и евангелиста Левия Матфея. Он один из 12 апостолов и учеников Иисуса Христа. Ранее Матфей работал сборщиком подати. Христос встретил его, предложил последовать за ним. В последствии Матфей проповедовал христианство и был казнен на территории современной Грузии в римской крепости Апосарас за проповедь. Традиционно Матфея считают автором Евангелия от Матфея, которое было написано на арамейском языке. В народе говорили, что на Матфея и зима потеет. И все потому, что в это время бывали сильные оттепели. Причем было замечено, чем сильнее была оттепель, тем более суровой и холодной будет зима. Часто на Матфея были сильные ветры. Из-за этого в народе его прозвали ветродуем. Тяжелую работу сегодня не выполняли. Несмотря на строгий пост, крестьяне все равно ходили друг к другу в гости. Женщины по вечерам собирались у кого-нибудь дома и занимались домашней работой. Шили, пряли, вязали, разговаривали, пели народные песни. Приметы. Если пошел снег на Парамона, скоро будут и метели. Сильный ветер сегодня к частым метелям и вьюгам. Если сегодня день холодный, зима будет суровой. Если же погода будет теплая и дождливая, зима будет теплой и мягкой. Сильно разбушевался ветер, брось горсть сырой крупы в его направлении и он утихнет. Советом в этот день можно смело следовать. Нельзя разгуливать сегодня в одном носке, тапочке или чулке по дому. Может умереть кто-то из родителей. Если в этот день дуют буйные ветры, то быть вьюгом и метелем до самого Николы зимнего. Это до 19 декабря. Выведите кашку, пшеную кашку приготовили. Теперь мы делаем ее целебной. Для этого берем нашу парашю пшеницу. Вот она проросшая пшеничка. Обязательно ее перемешали еще так, чтобы она прорастая не сплеталась корешками. Все. Положили в кашку. И эту кашку теперь мы употребим. Да. 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 Вот так ее перемешиваем, чтобы она равномерно распределилась зерна среди каши. и начинаем есть. По желанию можно добавить соли, сахар нежелательно, мёдь нежелательно, и жвем. Тем самым мы кашу сделали биологически полезной. Насытили ее веществами, которые сразу же усваиваются нашим организмом. и начинают работать. Так что приятного аппетита! 30 ноября почитается память святителя Григория Чудотворца. Родился он в Неокесарии в семье язычника. Получив прекрасное образование, стал искать смысл жизни. Старался жить по заповедям Христа. Еще в юном возрасте его хотели оклеветать. Подговорили блудницу, которая стала требовать с него плату за грех якобы им совершенный. Григорий кротко отдал ей деньги, после чего блудница упала на землю, пораженная бесом. Стала биться в припадки и призналась в обмане. Сегодняшний день еще называли днем Андрея Осеннего. Обычно к этому дню уже лежал снег. Ему радовались. Проводились народные гуляния, в которых принимали участие как дети, так и взрослые. Катались с горки на санках, при этом старались укатиться как можно дальше. И чем дальше укатишься, тем следующий год удачным будет. Парни кувыркались в снегу. Считалось, что благодаря этому зима задерживается, а урожай будет богатым. Приметы. Сегодня нужно подойти к колодцу и внимательно прислушаться к воде. Если она тихая, то и зима будет теплая и мягкая. Если же слышится шум, то будут снегопады и метели. Пасмурного погода на Григория солнечных дней зимы будет мало. Темный лед на реке к хорошему урожаю. Если сегодня в снегу покатаешься весь следующий год, здоровым будешь. Какая погода сегодня, так она будет зимой. Если на этот день приходится новолуние, это к холодам. Если сегодня облачно на полудне, а после неба проясняется, зима будет солнечной и мягкой. Если сегодня приснился сон, он будет вещим. Опасались в этот день человека с дурным глазом. Если сегодня что-то будет связано с числом 3, это принесет удачу. Не меряйте чужие обручальные кольца. Это к несчастью. Настало время обеда. Достаем свою проросшую пшеницу. Видите сколько ее. И просто горсточку берем и в напшичку. Все. Больше ничего не надо. Зерна перемешали и до следующего раза легко просто удобно едим поздравливаемся. Кстати у нас вот салатик остался. Сюда тоже мы добавляем зерна. Можно добавить в кашку можно добавить в овощи. Получится очень полезно приятно и здорово. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч! до новых встреч!